Доброе утро! Я приветствую всех на нашем вебинаре. Меня зовут Сергей Кулешов. И прежде чем мы приступим непосредственно к самой сути нашего сегодняшнего вебинара, мне нужно с вами провести несколько таких действий, которые помогут мне понять, что у нас с вами все в порядке с трансляцией. Я вижу, что у нас довольно много слушателей, и это прекрасно. Это значит, что вебинар должен получиться интересным и полезным. И прежде чем мы начнем, давайте мы попробуем с вами проверить связь. Значит, для тех, кто новичок с точки зрения вебинаров, вы видите некую панельку управления всего этого чуда. Она, к сожалению, на английском языке, но я думаю, вы разберетесь. Надо найти вкладочку «Questions», и там есть поле для ввода вопросиков. Вообще это поле для вопросиков мы будем использовать с вами в процессе вебинара, чтобы вы могли давать необратную связь. Сразу обращу внимание, что вы видите там только свои вопросы. В некоторых случаях, если кто-то я, я или мои коллеги будут отвечать на вопрос, вы увидите тогда ответ и вопрос вместе, в случае, если мы отвечаем письменно. А сейчас для того, чтобы проверить, как это все работает, давайте вы попробуйте мне туда поставить плюсик, просто сообщив, что вы видите таким образом картинку и слышите мой голос. Сейчас у вас все это должно быть на экране и со звуком. Да, я вижу, плюсики побежали. Отлично. Еще один момент, опять же, технический. Если вдруг в процессе вебинара что-то происходит, обычно происходит зависание картинки или пропадание звука, да, такое чаще всего происходит по вине интернет-каналов. При этом можно просто немножко набраться терпения и подождать буквально 10-20 секунд. Обычно связь восстанавливается, и все в порядке. Если вдруг связь не восстанавливается за это время, один из самых действенных способов – это переподключиться к вебинару, то есть полностью закрыть приложение, отключившись от него, и подключиться к нему заново. При этом вы, конечно, немножечко пропустите, но это будет буквально полминутки, так что, в принципе, ничего страшного. И второй важный момент, вернее, это уже третий – это запись вебинара. Я смотрю, в вопросах уже появились такие вопросы про запись вебинара. Да, запись вебинара, безусловно, будет, она уже ведется, и мы попробуем ее выложить в обозримом будущем, то есть это сегодня к вечеру или завтра, ну, не завтра, в смысле, а в понедельник в первой половине дня. Она будет доступна на нашем сайте и на нашем канале в YouTube. Итак, про что у нас сегодня вебинар? Вообще, вебинар у нас посвящен сегодня email-маркетингу. У нас сегодня целых три ведущих в первой части вебинара. Мы с Андреем будем показывать вам наш модуль email-маркетинга, который встроен в один из битрикс-управления сайтом, и разберем всякие детали и технические возможности, покажем несколько примеров, как, собственно, вживую работать с этим модулем. Будет такой некий мастер-класс по тому, как, собственно говоря, его использовать. Вот. А во второй части вебинара... Так, я извиняюсь. Я вижу сейчас вопрос по поводу записи видео. Значит, где ее можно будет взять? Во-первых, мы пришлем вам всем рассылочку, в которой будет ссылка на наш канал в YouTube с записи этого вебинара. Вот это будет, пожалуй, такой правильный и быстрый ответ. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что в первой части вот у нас с вами перед глазами, собственно, программа нашего сегодняшнего вебинара. И в первой части мы с Андреем будем показывать, собственно говоря, как я уже говорил, модуль email-маркетинга, и будем с ним немножко поработать вживую. А во второй части Светлана Русова, она тоже вроде уже сообщала о своей готовности, продолжит тему email-маркетинга и уже поговорит о более практичных вещах, как, собственно говоря, эти рассылки делать и какими они должны быть, чтобы все было хорошо. Так, это наша с вами программа. Значит, еще раз по поводу вопросов напомню. Значит, вопросы желательно задавать по мере нашего вебинара, то есть вы себя не стесняете в том, когда задать вопрос. Они не будут нас отвлекать в процессе, но мы постараемся, скажем так, делать небольшие паузы в презентации, приостанавливаться, чтобы обратиться к вопросам, просмотреть, выбрать самые актуальные. Мы, конечно, постараемся ответить на все, но поймите правильно, людей сейчас много в трансляции, соответственно, мы там прям все-все-все, наверное, не сможем. Вот. И постараемся выбрать самые лучшие. На все остальные вы сможете получить ответ уже у наших партнеров или в нашем колл-центре для того, чтобы индивидуально уже какие-то вопросы повыяснять. Так, ну что же. Значит, сегодня у нас email-маркетинг, и я хотел бы начать с небольшого, скажем так, статистического вступления, для того, чтобы немножко поглазеть на то, вообще, что происходит на рынке email-маркетинга. Ну, вернее, даже не на рынке, а что вообще происходит с рассылками. Да, вообще, тема у нас довольно любопытная. Учитывая объемы респондентов вообще в принципе в мире, да, их вот, вы видите сейчас эту цифру сумасшедшего, 4,3 миллиарда людей имеют email-адреса. Ну, то есть не людей, будем считать, это, конечно, email-аккаунты. Кто-то имеет по несколько адресов, да, и многие имеют по несколько адресов. Ну, будем считать, что даже если половина из них – это живые люди, ну, в общем, уже неплохая статистика. Уже есть с кем общаться. В принципе, в деловом мире, и ты, в общем-то, наверное, в частной жизни email-а мы пользуемся довольно часто. Это означает, что это неплохой канал добраться до своих покупателей. Неплохой канал. Он имеет очень большой охват и имеет достаточную эффективность. На самом деле мы вот в жизни, по крайней мере, я не знаю, как вы, надеюсь, что вы тоже встречаетесь довольно много с хорошими и качественными рассылками, которые полезны, несмотря на то, что являются рекламными, откровенно рекламными, но они все равно сохраняют какую-то пользу и интерес, который мы к ним проявляем. Это хорошо и качественно сделанные рассылки, которые, в общем-то, можно пожелать только научиться делать каждому. Мы в то же время с вами сталкиваемся с большим количеством спама. Спам – это, в общем-то, те же рассылки, просто сделанные, грубо говоря, неаккуратно или без приложения должных усилий к формированию как самого письма, так и базы адресатов и так далее. Наверное, у спама тоже есть определенная эффективность, судя по тому, что этому виду рекламы уже там много лет, по сути, с момента возникновения, наверное, имейл-адресов, и до сегодняшнего дня огромное количество спам-писем рассылаются. Ну, наверное, если бы это не работало, этим бы никто не занимался. Однако, мне кажется, у большинства пользователей это вызывает только негатив, но, в общем, это какой-то парадокс. В любом случае, ни в коем случае не порекомендую вам заниматься такого вида рассылками, поэтому давайте будем придумывать и реализовывать, как делать действительно интересные, классные рассылки. Мне уже спрашивают, я вижу, про примеры, и про примеры мы сегодня поговорим, попробуем посмотреть на некоторые хорошие примеры рассылок и обратить внимание на то, чем же они так хороши. Но давайте посмотрим еще на некоторые статистики, которые могут быть полезны в формате вообще сегодняшнего вебинара. Я перед тем, как, собственно говоря, к вам начать сегодняшний вебинар, естественно, полазил немножко по интернету. Никаких, наверное, уникальных цифр я вам не назову, однако в этом контексте они будут весьма полезны. В частности, везде есть ссылки на источник. Если вдруг вы захотите ознакомиться детальнее или почитать комментарии тех аналитиков, которые готовили, грубо говоря, статистику, всегда можете воспользоваться этой ссылкой. Она внизу слайда указана. И, ну, собственно, это правильно, ссылаться на тех, кто, собственно, эту статистику выпустил. Итак, что мы с вами видим на этом слайде? Это процент открытия писем в зависимости от количества получателей в рассылке. Вот такая интересная штука. Оказывается, и причем довольно существенно, количество, ну, то есть процент открытий сильно зависит от того, сколько было вообще адресатов в вашей рассылке. Мы с вами видим, что там в случае до 100, процент открытий 35. Когда мы говорим о рассылке сильно большей, то процент постепенно падает. В общем, надо иметь в виду. Ну, и вообще, в принципе, это касается, наверное, всех рассылок. Чем более она персональная, тем больше вероятности, что ее просмотрят и совершат какое-то целевое действие. Давайте посмотрим дальше. По времени открытия. Мне показалось это тоже очень любопытным, о том, как ожидать, вообще чего ожидать по статистике от своих респондентов, когда они откроют ваше письмо. Так вот, половина вообще всех открытий, которые произойдут с вашей рассылкой, произойдут в первые 8 часов. То есть, по сути, в первый же день. Если вы сегодня с утра отправите, значит, до вечера половина всех открытий уже произойдет. То есть вы смело можете рассчитывать, что на некий приток, на некий приток переходов, активных действий, которых вы задавали, целевых действий, которых вы запросили, буквально в первый же день. В дальнейшем, как видите, есть такой длинный-длинный хвост. Еще в первые, несколько, вот, грубо говоря, в первые сутки мы получим, в общем-то, 75% всех открытий. Ну и после первых суток это пройдет еще около 25% всех открытий, собственно говоря, уже догонится. И еще один важный момент. Буквально в первые 30 минут вы уже получите порядка 15-16% открытий. Это, пожалуй, тоже важно для того, чтобы вообще понимать, как будет структурирован наплыв посетителей вашего сайта или, собственно говоря, тех, кто захочет выполнить какое-то действие. Если у вас там будет, например, указан телефон, на который надо позвонить, надо, соответственно, подготовиться к тому, что в первые полчаса 15% от ваших, собственно говоря, открытий, по вашей там статистике, как мы посмотрели, в зависимости от объема, да, уже позвонят. То есть и к этому надо быть готовым. Возможно, как-то планировать особо массовые рассылки, распределять их по времени, чтобы, ну, чтобы они не пошли в пустую. Ну и, собственно говоря, есть еще показатели, безусловно, они, в общем, довольно очевидны. Это то, в какое время чаще всего письма с рассылок открываются. Да, мы видим, что, на самом деле, там, грубо говоря, пик начинается где-то в 9 часов, даже, ну, в 8 уже, там, очевиден рост, и где-то до 5 часов, и после 5 уже начинается заметный спад. Это, в общем, говорит о том, как, ну, как, в общем-то, мы с вами работаем, да, когда у нас под рукой компьютер, и когда мы, собственно, получаем и читаем эту рассылку. На самом деле, в этот график, если бы посмотреть его 10 лет назад, то в этот график внеслись довольно серьезные коррективы, потому что появились, появился длинный хвост вечером. То есть, грубо говоря, после 8 часов, когда, на самом деле, никто уже не работает, и там до 12, и позже, появился довольно существенный процент открытия. Это произошло в связи с тем, что люди стали получать почту на мобильный телефон. Это также говорит о том, что, вот, например, вечером, да, есть, ввели большой шанс, что вечером кто-то из ваших получателей, это довольно большой процент, будет получать эти письма, и, соответственно, читать их или отказываться от чтения по тем или иным причинам. Поэтому думайте об этом. Помните, что... Помните, что люди читают не только на компьютере, и в телефоне им, соответственно, доступны другие несколько опций, и письма должны быть подготовлены к тому, чтобы их... чтобы их можно было почитать на мобильном телефоне и совершить целевое действие с мобильного телефона. То есть то, чего вы от них ждете. Ну и, пожалуй, наверное, в последнюю очередь касательно статистики хотелось бы вам показать небольшую историю о том, как примерно распределяется почта. Ну, здесь, на самом деле, статистика одного почтового сервиса, но в целом, я думаю, что статистика примерно отражает вообще общую картину по рынку, показывая, какой примерно объем почты, да, именно с точки зрения рассылок попадает на те или иные серверы. Ну, для чего я показываю этот график? Эту диаграмму. Для того, чтобы вы понимали, как нужно относиться к своему письму, к настройкам своего почтового сервера, через который вы отправляете почту, чтобы большая часть ваших респондентов получала ваши письма. Мы еще поговорим о том, что такое спам, в смысле о том, как не попасть в спам тех или иных почтовых сервисов. Это будет, наверное, ближе к концу вебинара. Просто обращайте внимание, что довольно большие проценты там приходятся, в том числе на Mail.ru, и там довольно суровые требования по безопасности и честности, скажем так, рассылок. На этом мы будем переходить уже непосредственно к инструментарию. Я хотел сказать, что да, я вижу ваши вопросы, не переживайте, мы будем на большую часть, наверное, из того, что сейчас уже поступило, будут ответы в процессе вебинара. Если мы вдруг не ответим в процессе вебинара, в процессе нашей презентации, значит, мы обязательно вернемся к вашему вопросу в некоторых перерывах. Сейчас по статистике, я думаю, вопросов не будет, поэтому давайте мы будем переходить к, собственно, производственной части. Назовем ее так. И я продолжаю некоторые вступления, прежде чем перейти к непосредственно там живой презентации, напомню, что вообще в платформе 1SBITREX есть целый набор маркетинговых инструментов. Маркетинговые инструменты нужны для того, чтобы увеличить ваши продажи. То есть если у вас сайт или интернет-магазин выполняет какое-то определенное целевое действие, то сама платформа, ну, по нашему мнению, должна давать вам инструменты для того, чтобы большее количество посетителей выполнило целевое действие на вашем сайте. Это, собственно, речь идет, естественно, о конверсии, о том, сколько посетителей вашего сайта преобразовались в покупателей вашего товара или вашей услуги. Для этого есть там целый ряд инструментов. В частности, например, для интернет-магазинов есть очень любопытный инструмент, который называется персонализация, который, ну, сейчас по всем очень кратко пройдемся, по некоторым, вернее, кратко пройдемся. Некоторые у нас довольно подробно рассматриваются в других сериях вебинаров, да, но вот в частности по персонализации, например, я хотел бы сегодня там два слова сказать о том, что это некий облачный сервис, который умеет предугадывать, для вас это некий черный ящик, который умеет предугадывать желания ваших посетителей. То есть к вам на сайт пришел человек, и система персонализации по некоторым данным, которые получили от этого человека, которые там у него в браузере хранятся или еще какие-то, да, мы смогли выявить его интерес или выявить схожесть интересов или схожесть этого пользователя с другими пользователями на вашем сайте, которые были, интересовались вашими товарами, и предложить ему готовую рекомендацию персонального характера. То есть, грубо говоря, когда он заходит на сайт, у вас на странице на главной или на странице карточки товара или на странице каталога, где угодно, можно ставить вот такой блочок рекомендуемые товары, в которые будут попадать товары, которые наш сервис посчитал интересными каждому конкретному посетителю вашего сайта. Эта штука смело можно закладывать увеличение конверсии примерно там на 10-10%, в некоторых случаях на самом деле доходят до 30-ти, там это зависит от того, чем занимается интернет-магазин, просто за счет того, что показывает покупателю сразу то, что его вроде как интересовало. Также персонализация умеет, и вообще сервис, вот эта персонализация умеет показывать сопутствующие товары, альтернативные товары, ну и так далее. То есть здесь целый набор инструментов, которые позволяют показать человеку именно то, что его интересует или помочь ему сделать вывод. Следующий инструмент, который я тоже считаю очень важным вообще для работы сайта и его развития, это АБ-тест. Буквально еще 30 секунд мы одну минуту посвятим отстраненному инструменту от сегодняшней темы. Это АБ-тестирование, но считаю, что о нем знать нужно. Это сервис, который позволяет вам проверять гипотезы по изменению вашего сайта и по его развитию. То есть вы, когда приняли какое-то решение, например, о том, чтобы изменить что-то на своем сайте, на самом деле вы его принимаете на основе какого-то опыта или рекомендаций, там, не знаю, опытных людей. По факту, в большинстве случаев эти рекомендации, ну если, грубо говоря, опыт хороший и понимание есть того, зачем делаются изменения, они действительно позитивно влияют. То есть вы действительно увидите там изменение конверсии или каких-то других показателей важных для вашего сайта. Но как только речь идет о гипотезах, в которых вы не уверены или хотите получить больше уверенности в том или ином предположении, вы можете использовать АБ-тест. Что эта штука делает? Она делит вашу аудиторию на две части, например, откусывает аудиторию вашего сайта 10%. Эти 10% делят ровно пополам, делая группу А и группу Б. Одной группе посетителей эта штука показывает без изменений на вашем сайте, да, все как и было по-старому, а другой группе показывает уже с вашими изменениями. И тем самым выясняет, в каком из этих вариантов лучше будет конверсия или другой показатель, который для вас важен. В данном случае с магазином, конечно, важна конверсия в оплаченные заказы. Изменения могут быть любыми. Вы можете полностью сменить дизайн сайта и проверить, а лучше ли стало. Можете сменить цветовую гамму, подумав, что вашим покупателям будет приятнее работать с сайтом в другой цветовой гамме и конверсия повысится. Как бы это странно ни звучало, но зачастую так и происходит. Может быть изменение размеров кнопок, изменение форматирования карточки товара и так далее. То есть выбора и вообще гипотез проверки, как сделать свой магазин лучше, удобнее и эффективнее, может быть много. И вот чтобы эти все гипотезы проверять, можно использовать АБ-тест, который довольно быстро запускается и показывает довольно четкие, понятные критерии для выбора. Получилось лучше или не получилось. Все очень просто в конверсии. Выросла конверсия, отлично, можно так оставить. Не выросла, идем дальше, придумываем следующий вариант. Ну и, собственно говоря, переходим уже к теме. Пока я тут делаю небольшое вступление, сейчас я посмотрю. Так, у нас должен подключиться Андрей. Сейчас попробую найти его в списке пользователей. Да, вот он, вижу. Так, сейчас мы сделаем его организатором, чтобы нам было удобно общаться. Так, Андрей, пока я тут делаю некоторое вступление, скажи что-нибудь, проверим связь. У тебя отключен микрофон сейчас. Вот, включен. Здравствуйте. О, отлично слышно. Здравствуйте, Сергей. Да, ты можешь говорить чуточку громче, потому что я чувствую, что у меня уровень громкости выше, чем у тебя. Попробуй либо ближе микрофон. Как сейчас, меня слышно. Ну, уже чуточку лучше, да. Так, значит, Андрей, сейчас пока у меня тут слайд, но готовься, я там через минутку буду готов переключать на твой экран, чтобы уже показывать вживую наш модуль маркетинга, email маркетинга. Так, что у нас? Значит, email маркетинг и вообще рассылки, с которыми мы предлагаем ознакомиться. Это модуль, даже состоящий из двух, грубо говоря, больших частей. Модуль классических рассылок, да, это когда вы создаете некие выпуски или просто письма и отправляете по тем или иным наборам адресатов для того, чтобы рассказать им какую-то информацию, которую вы считаете важным до них донести. Рассказать о своей акции, рассказать о каких-то новых поступлениях, предложить какие-то специальные условия, просто проинформировать о каких-то важных изменениях в работе вашего магазина или в работе вашей компании и так далее. При этом создаются рассылки с помощью очень удобного редактора. Мы сейчас на него посмотрим, естественно, вживую. Есть целый набор готовых шаблонов и макетов писем, которые можно использовать для того, чтобы сделать рассылку быстрее. Ну и в целом работать со своей базой довольно удобно. И вторая часть вообще блока email-маркетинга – это триггерные рассылки. О них мы тоже поговорим. И это уже система автоматизирующая рассылки и делающая очень интересные штуки по привлечению, по возвращению своих покупателей обратно в магазин или по увеличению, собственно, продаж. И делается это в автоматическом режиме. Об этом мы с вами, собственно говоря, и будем сейчас говорить. Так, я не буду сейчас пока переходить, пожалуй, к триггерным рассылкам. Мы давай сначала, Андрей, с тобой покажем обычные рассылочки. Так, ты готов? Я переключу экран. Да, я готов. Отлично. Сейчас экранчик переключится. Ага, мы все видим. Да, давай для тех, кто у нас из новичков, напомним, собственно говоря, что мы сейчас попали в административную часть, да, и у нас есть, появилась новая кнопка маркетинг в левой части, в основном меню административной части и в ней, собственно говоря, есть email-маркетинг. Там есть, собственно, блок email-маркетинга, это обычные рассылки, и триггерные рассылки. Отдельный инструмент отдельно вынесем. Я вижу, что у нас был вопрос, и давай мы на него сразу ответим, потому что, мне кажется, он важен вот именно в данный момент. Как правильно в публичной части переключаться со старого модуля рассылки к новому модулю? На самом деле в публичной это переключаться, наверное, не на... А, имеется в виду, наверное, набор компонентов, которые используют старый модуль, да? Я правильно понимаю? Да. Старый модуль рассылок, он подразумевал в себе работу через регистрацию пользователя на сайте. То есть посетитель мог зарегистрироваться на сайте и после этого подписаться на существующие рассылки. Эта модель, в общем-то, сложная и, наверное, в данный момент уже не особо действует. Поэтому мы в новом модуле рассылок, то есть email-маркетинги, сделали другую модель. Это подписка на рассылку только введя email и без регистрации. В этом компоненте, сейчас я его покажу. В этом компоненте есть настройки, которые позволяют включить подтверждение подписки по email, либо его отключить. Что это значит? Когда мы подписываемся, то есть вводим email в поле ввода, нажимаем подписаться, то уходит письмо человеку на его ящик, где будет ссылка на подтверждение подписки, чтобы не было всяких там спам. Не было, на самом деле, серьезных проблем со спамом. Да, это верно. Да, чтобы не спамить других людей. Да, по-хорошему, то есть весь переход в публичной части будет в том, чтобы добавить вот этот компонент подписки. Те базы подписчиков, которые вы собирали до этого, через регистрацию пользователей и так далее, они у вас сохранятся и никуда не денутся. Да. Добавив на сайт вот этот компонентик подписки, он доступен среди компонентов системы, в любое место, которое удобно вы его вставляете, и у вас, собственно, по сути произойдет переход вот на новый модуль рассылок. Ну, давай попробуем создать рассылочку какую-то или что. Да, сейчас я закончу, если что у нас. Добавляете вы компонент рассылки новый, убираете старый, а ваша база будет доступна через фильтр. Здесь вот подписка рассылки подписчики. Здесь вы добавляете его и выбираете рубрику, которые у вас были, на которую можно было подписаться. И пользователи, которые подписались на эту рубрику, они будут доступны уже в новом модуле. Так, давайте перейдем к рассмотрению функционала email-маркетинга и посмотрим, как именно создаются рассылки. Для этого мы воспользуемся кнопкой «Добавить через мастер», которая находится в разделе «Email маркетинг». Здесь мы видим создание новой рассылки. Это нужно будет указать сайт, название рассылки. Это, к примеру, анонсы. Вывод в публичной части для подписки. Это как и в старом модуле, если кто его использует. И мы переходим к выбору групп получателей. То есть мы сначала создаем название рассылку, в которой будут все выпуски, и создаем получателей. Это создание группы получателей. Здесь мы укажем все покупатели. Название группы покупателей. И добавим фильтр «Магазин покупателей». Фильтр — это так называемый способ доступа к базам пользователей на вашем сайте. То есть есть базы покупателей, есть просто зарегистрированные пользователи на сайте, есть данные, к примеру, пришедшие из веб-форума. Там тоже могут быть e-mail-адреса. И, собственно, источники этих адресов доступны здесь в фильтрах. Добавляя вот такой фильтр, мы можем выбрать именно сайт магазина и небольшая возможность отфильтровать этих покупателей. Далее мы это сохраняем. У нас появляются здесь все покупатели. Это как раз-таки наша группа получателей. И в скобочках указано количество адресов в этом фильтре, в этой группе. Далее у нас есть возможность настроить исключение адресов. Допустим, у вас есть уже какая-то база пользователей, которым нежелательно отправлять письма, которые, например, жаловались по телефону, либо еще каким-то образом. Вы можете создать новую группу, выбрать список адресов и добавить этих исключений и этих нежелательных получателей в исключающие группы. Тут надо, наверное, добавить, Андрей, по поводу того, что эти фильтры динамические. То есть, грубо говоря, один раз, если мы создали фильтр, все покупатели, то каждый новый покупатель будет автоматически в эту группу попадать. То есть, если он соответствует критериям этого фильтра. То есть, не надо пересоздавать эти группы, они будут автоматически всегда работать и, соответственно, выбирать при каждой новой рассылке, выбирать именно те адреса, которые на момент рассылки соответствуют условиям фильтра. Да, верно. И сейчас мы перешли к шагу создания выпуска. Здесь у нас есть на выбор шаблоны. Допустим, возьмем первый. И открывается у нас страница, где мы можем указать тему письма отправителя. То есть, какой адрес будет указан в письме, как в качестве отправителя. Важность и параметры в ссылке, которые есть в письме. Как мы видим, у нас есть возможность указать в теме письма теги персонализации. То есть, это данные, которые будут отличаться в каждом письме. Допустим, имя пользователя, либо код пользователя, либо еще другие данные, которые доступны в фильтре. Дальше мы сейчас укажем письмо. Это анонс от 9 сентября. И перейдем к редактированию письма. Как мы видим, у нас красивое письмо и редактор писем, который позволяет нам, не ломая верстку, редактировать текст, картинки, положения, блоков, шрифты, цвет и прочее. Не боясь, что что-то сломается в этом письме и что будет это письмо корректно отображено у получателей. Да, здесь мы сможем поменять заголовок или текст, как нам хочется поменять, шрифт и прочее. То есть, стандартный наш редактор. И после этого можно, после того, как вы закончите редактирование, вы сможете перейти на вкладку «Предпосмотр», где посмотреть, как именно отображается это письмо на разных устройствах. На смартфоне, планшете и на обычном компьютере. Также есть возможность, даже не указывая здесь, если вы используете мастер-магазин, то в мастере вы заполняли данные о вашем магазине, загружали логотип, телефон. Если вы это делали, то при открытии и создании письма в данном случае все картинки и телефоны затянутся из тех данных, которые вы указывали. Есть, кстати, вопрос. Он касается персонализированности. То есть, какие возможности можем здесь в рассылке использовать по персонализации? Теги, обращения, какие-то другие детали. Можешь сейчас их указать? Да, в самом теле письма мы можем тоже использовать теги персонализации. Они здесь у нас находятся, вот в этом выпадающем списке. И здесь у нас доступны для обычного фильтра несколько тегов персонализации. В основном это имя. То есть, вот таким образом можно обратиться к человеку. Если у него не указано имя, нет данных об имени, то будут использованы символы, которые идут до знаки собачка в его e-mail адресе. То есть, с этим надо быть внимательней, потому что если вы рассылаете по базе подписки, когда вам просто оставили e-mail, не всегда у вас будет имя. И в этих случаях не имеет, наверное, смысла использовать обращение по имени и так далее. Если же вы используете своих покупателей в качестве рассылки, то там для всех будет указано имя, потому что они при оформлении заказа имя обязательно указывали. И здесь можно позволить себе свободу в использовании персонализации и, соответственно, указывать такие теги. Да, я еще сделаю отступление, что если вы имеете какую-то вашу собственную базу, к примеру, как у нас есть база партнеров, то вы можете заказать или самостоятельно сделать собственный фильтр, который будет брать данные из вашей базы и фильтровать по любым параметрам, которые вы захотите. То есть, если у вас база содержит города, специализацию, профили и прочее, то вы сможете отфильтровать даже по этим данным, заказав или самостоятельно сделав фильтр. И в том числе вывести эти данные вот в этом списке. То есть, дополнительные данные по каждому адресу можно будет здесь также выводить и использовать это в письме в качестве персонализации. Но так как у нас база нет дополнительных данных, то в данном случае у нас здесь просто стандартный набор тегов персонализации. Да, так далее. Дело в том, что мы собираемся не один раз это письмо отправлять, а несколько раз, и нам нравится наш дизайн, который мы поменяли, наши настройки, цветовой гаммы, этого письма, то нам бы хотелось бы в следующий раз, например, менять только вот эту часть. Это кнопку, приветствие и сам текст. В данном случае нам лучше сохранить это письмо в шаблон. И в следующий раз мы сможем использовать этот шаблон, открывая письмо, и менять только текст, и отправлять его получателем. Перейдем на следующий шаг. Это расписание отправки. Вот мы задали получателей выпуска, мы задали оформление выпуска, настройки письма. Теперь нам нужно определиться, когда же мы собираемся отправлять это письмо. У нас есть возможность отправлять вручную, отправлять в определенное время, то есть запланировать отправку на какое-то время, дату, и не волнуясь, что это письмо мы забудем отправить. Либо же мы можем настроить периодическую отправку по расписанию. То есть для данных получателей отправлять это письмо, именно это письмо каждый раз, каждую среду, допустим. Есть смысл, если мы в письмо положили компонент списка новостей нашей компании, то мы можем настроить раз в неделю отправку писем, или не раз в неделю, а раз в месяц, указав, к примеру, конкретный день месяца. Выбираем в данном случае отправку в определенное время и сохраняем. далее мы перешли на детальную страницу выпуска, где мы сможем опять же посмотреть всю информацию о том, какой выпуск был создан. И здесь мы можем видеть состояние выпуска, операции, это пауза, остановка, прерывание отправки выпуска и количество отправленных писем. здесь на вкладке шаблон сообщения мы сможем опять же вернуться к редактированию. Если у нас письмо еще не отправлялось, мы можем отредактировать письмо, занести какие-то изменения, сделать предпросмотр и далее мы можем выполнить тестовую рассылку, то есть отправить на свои адреса это письмо и проверить корректность отображения полностью на конкретном вашем устройстве. Далее мы переходим в выпуски и видим, что в нашей рассылке, то есть в разделе рассылки сайта созданы анонсы. Это наша рассылка, которая имеет в выпуске анонс от 9 сентября, который мы создали в процессе отправки, то есть он запланирован на какое-то время. Далее у нас есть страница статистики выпуска, где мы сможем посмотреть количество ну сейчас я отправлю наверное создадим новый выпуск и отправим его вручную, чтобы посмотреть какие же у нас есть данные и какие нам данные доступны в статистике. Если мы отправляем вручную, то нам открывается вот такой интерфейс, где мы видим процесс отправки вручную. Далее мы теперь можем пойти в статистику выпусков и увидеть вот такую страницу, где у нас есть информация о выпуске, когда он был создан, когда он запускался на отправку и данные по количественной данной по числу прочитанных, переходом по ссылкам, сколько было отправлено писем с ошибками, сколько писалось от рассылок. Причем пока письмо после отправки письмо естественно будет не сразу будет прочитано людьми и не сразу будут люди отписываться и как раз таки можно время от времени заходить сюда и смотреть и видеть как у нас меняется число прочитанных и число отписавшихся людей. Строится воронка, которая нам визуально это все покажет в более удобном виде и есть у нас также блок топ-15 переходов по ссылкам. То есть в нашем письме есть какие-то ссылки ведущие на интересующие нас страницы целевые страницы приземления с информацией о товарах либо еще о чем-то и здесь мы сможем видеть на что же именно кликают пользователи в нашем письме и это как раз таки будет мысль о том даст нам возможность подумать о том возможно какие-то ссылки сделать более явными либо в каком-то более видном месте чтобы пользователи могли легче получить информацию также у нас вот есть в списке адресов это по выпуску мы сможем просмотреть какие именно адреса у нас есть в выпуске кому собираемся отправлять и кому отправили уже и статус прочитан переход по ссылке отписался конкретно по каждому адресу так вот мы можем организовать рассылку по ну к примеру анонсам далее если у нас есть уже своя база адресов и мы переходим на модуль email маркетинга то нам нужно загрузить эти адреса это можно сделать в списке адресов нажав кнопку добавить адреса здесь мы можем добавить файл либо добавить адреса которые должны быть разделены запятой или переводом строки и определить их давайте для примера создадим такой список добавляя новые адреса мы сможем их определить в конкретный список чтобы потом выбирать то есть сегментировать эти загруженные адреса по нашим меткам то есть это по нашим списком добавить адреса добавлен адресов столько то все нормально вот у нас появился списки адресов наш адрес далее у нас у каждого адреса и в том числе когда человек подписывается в публичной части через компонент подписки email маркетинга адреса подписавшихся попадает вот сюда же в этот список и перейдя на детальную страницу адреса мы сможем просмотреть каждый адрес это его email имя каким он списком отнесен и также мы можем подписать его на конкретные рассылки то есть если адрес не находится в группе адресов получателей рассылки но он подписался на эту рассылку то он тоже получит этот письмо и в том числе мы можем посмотреть на что он отписался либо же если допустим нам какой-то адрес позвонил по телефону у человека и сказал вот у меня такой-то адрес мне уже надоели ваши рассылки пожалуйста отпишите мне вот вы можете зайти в список адресов отфильтровать найти этого пользователя по имени либо email и перейдя на страницу редактирования вкладку отписан и добавляем его в список подписавшихся и все этот человек больше по данной рассылке никогда не получит письмо далее я пару вопросов сейчас тебе задам из тех что приходят в частности как раз про отписку довольно много вопросов и они связаны с тем что например что вообще происходит когда человек отписывается собственно говоря его адрес остается в системе если я правильно понимаю просто у него появляются пометки что он отписан от таких рассылок при этом в создании новой рассылки если этот человек будет участвовать в соответствующем фильтре он снова получит новую рассылку которую вы создадите если не предпринять соответствующие действия правильно понимаю верно да это сделано специально потому что человек должен иметь администратор магазина должен иметь возможность управлять своей базой подписчиков то есть если же человек отписался от конкретной рассылки то отписался он не хочет получать по ней информацию может быть конечно он и хочет вообще ничего не получать но в данном случае если у нас есть люди которые отписались от каких-то рассылок то мы создав новые рассылки сможем отправлять этим людям если вы хотите сделать так чтобы не если человек отписался то и он больше никогда не получал рассылку никакую ни одной из вас то вам нужно создать группу которая будет называться получатели рассылок к сожалению здесь у нас не очень актуальная версия данного фильтра здесь у нас возможность выбрать все есть и выбрать отписавшихся отписавшихся по всем рассылкам создав такую группу и назвав ее черный список мы можем ее в каждую рассылку создаваем добавлять в группу в исключающие группы добавлять этот черный черный список и таким образом создавая новую рассылку но добавив исключающую группу в созданную черный список один раз отписавшийся человек хотя бы от одной рассылки больше никогда не получит ни одной рассылки и это как раз тоже автоматический фильтр который будет сам всегда динамически определять кто на текущий момент отписан от рассылок и соответственно никогда больше эти люди не получат письмо если попали в этот фильтр верно я также хотел бы показать возможность использования списков то есть мы можем перейти опять в мастер к добавлению нового выпуска выбрав существующие нас анонсы и перейти сразу же созданию выпуска здесь мы выбираем мои шаблоны основной это тот самый шаблон который мы тогда сохранили при создании первого выпуска здесь мы выберем укажем значение анонс укажем отправителя и видим то же самое письмо которое у нас было в предыдущей отправке здесь мы можем использовать не только компоненты ну точнее не только текст статический но можем также использовать и картинки к примеру добавив сюда блок с картинкой и загрузив сюда притащив картинку мы можем использовать и кнопки картинка текст и прочие блоки и также нам доступны компоненты это динамические области которые выводят какой-то свой блок с информацией к примеру купон если мы перетаскиваем сюда компонент купон то мы сможем здесь настроить ой извините какая у нас там ошибочка так то добавив компонент генерация купона на товар для почты мы сможем указать значение скидки тип купона сохранить и каждый получатель письма в письме же на этом месте получит номер купона который сможет использовать для покупок в магазине также у нас есть и другие компоненты в том числе и компоненты персонализации это использование big data давайте создадим новую рассылку новую рассылку которую мы назовем распродажа товаров создадим новую группу получателей целевая распродажа товаров есть у нас такой фильтр вот и подробно посмотрим что же он делает этот фильтр нам позволяет выбрать товары которые например долго у нас не могут продаться которые мы не можем продать и они залежавшие давно уже лежат на складе мы можем выбрать эти товары они появятся здесь у нас в фильтре и что же произойдет когда мы запустим рассылку то мы не выбирая получателей писем мы указываем сами товары которые мы хотим распродать и при запуске рассылка запросит наш сервис бигдаты спросит бигдату какие же есть пользователи которые могут нам могут купить именно данные товары то есть самые вероятные покупатели на данные указанные товары и бигдата сообщит список адресов которые есть же у вас в магазине из ваших покупателей сообщит список адресов по которым произойдет рассылка таким образом можно постараться продать товары которые у вас обычно не продаются найдя целевых покупателей которые являются самыми вероятными покупателями по каким-то критериям которые посчитала бигдата да мы сохраним эту группу и выберем распродажи товаров перейдем к следующему шагу выберем шаблон и здесь мы сможем добавить картинку об этом товаре информацию и перейти уже непосредственно перейти непосредственно уже к отправке отправить вручную либо в определенное время здесь все так же остается как и в предыдущий раз то есть в определенное время мы выбираем сохраняем и все в определенное время которое мы указали здесь запустится эта рассылка она запросит сервис бигдаты указав список товаров которые мы хотим продать и сервис бигдаты сообщит рассылке список адресов вашего магазина которые тех пользователей которые наиболее вероятно могут купить данные товары да это вообще очень круто звучит потому что на самом деле какая-то там магия выберет именно тех покупателей тех подписчиков которые с большей вероятностью выберут именно тот самый товар поэтому вы отправите не всем да только небольшой группе с высокой вероятностью с высокой конверсией да и в следующий раз когда вы заходите устроить распродажу по другим товарам вы переходите в вашу группу распродажа товаров меняете здесь товары выбираете другие и создаете выбираете здесь распродажу товаров создаете новый выпуск с новой информацией о письме о товарах и отправляете так же как в предыдущий раз да таким образом можно попытаться поднять продажи скажи пожалуйста компонент новостей там есть у нас да просто сейчас вот зрители говорят что не нашли его или просто у тебя тут на боевой может не быть сейчас я всегда посмотрю вроде был компонент новостей да есть он называется список новостей этот компонент да должен быть компонент то есть мы еще сможем попробовать да список новостей мы его сюда перемещаем и если мы хотим настроить периодическую отправку то есть отправлять новости компании раз в неделю или раз в месяц то раньше у нас конечно была проблема что добавляя компонент списка новостей в случае если новостей новых нет письмо все равно отправлялось и людям приходило письмо письмо да это конечно было не очень хорошо и мы это исправили мы добавили такую настройку как не отправлять выпуск если недостаточно указанного количества новых элементов вы указываете что вам необходимо минимальное количество новостей в письме должно быть пять штук и пока не наберется пять писем каждую неделю будет запускаться ну там если вы настроили отправку раз в неделю новостей приостанавливаться приостанавливаться ни одно письмо не уйдет как только появится пять писем то будет сделана отправка этих новостей да тогда еще вопрос вот смотри можно ли делать хитрые выборки покупателей в частности вот Илья спрашивает можно ли выбрать тех покупателей которые покупали какую-то определенную группу товаров ну то есть по разделу каталога можно ли так фильтровать чтобы им делать какие-то специальные предложения или это штатно не предусмотрено пока штатно у нас этой возможности нет но мы имеем в планах то есть у нас уже есть такое пожелание оно записано да но опять же если у вас есть навыки либо у вас есть в штате программисты либо вы можете обратиться к партнерам которые сделают доработку стандартного компонента стандартного фильтра так называемого коннектора который расширит условия фильтрации под те критерии которые вам необходимы потому что если магазин более-менее крупный то всегда у него есть какие-то собственные сценарии по которым он хочет фильтровать выбирать доработать да все можно и коннектор естественно немножко подкорректируем но в наших планах тоже есть пока пока мы еще не реализуем мы над этим работаем окей еще один вопросик был к вопросу о статистике есть ли отслеживание жалоб то есть факт добавления письма в спам и вообще это технически возможно я вот кстати не знаю сейчас сейчас у нас нет отслеживания спам добавления спам дело в том что это не совсем технически просто и достоверно получится то есть мы можем частично сделать получение данных о тех кто добавлял спам но существуют именно технические ограничения которые мы пока не подумали как обойти чтобы сделать это достоверно потому что дело в том что у каждого свой почтовый сервер который используют для отправки и настройки могут отличаться этих серверов и это понятно накладывает ограничения собственно на такую штуку да так 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 ладно поехали тогда дальше что у нас какие-то еще моменты мы не показали по обычным рассылкам вроде бы все посмотрели ну у нас вот как раз появилась интересная возможность это опять же акцентирую внимания это кнопка пауза остановка то есть если мы нажмем на паузу то у нас то есть если у нас идет отправка какого-то выпуска в автоматическом режиме то есть не в ручном а по расписанию либо периодическое то мы можем зайти и остановить эту рассылку нажать на паузу и предпринять какие-то действия допустим вы вдруг поняли что ваша рассылка содержит какую-то ошибку то есть ссылку ведет не туда либо еще какая-то проблема либо вы ошиблись с выбором получателей ну разные ситуации бывают и вы вам нужно ее установить что же делать вот как раз вы можете зайти нажать на паузу получить время на обдумывание как решить вашу проблему попробовать внести что-то подкорректировать если это не касается конечно списка получателей если касается письма то вы сможете его отредактировать внести изменения и дальше продолжить отправку уже снова обновленным шаблоном письма и дальше либо продолжить отправку либо остановить далее у нас появилась кнопка кнопка переотправить ошибочным адресатом дело в том что есть такая проблема как ограничение по количеству отправляемых писем если вы используете сервер к примеру mail.ru либо другой какой-то у них есть свои ограничения по количеству писем отправляемых в час насколько я помню или там за какой-то период времени и если вы превышаете этот порог то следующие все остальные ваши письма например 500 писем в час все остальные письма будут не будут отправлены и они здесь в рассылке получат флаг отметку о том что они отправлены ну не отправлены то есть отправлены с ошибкой произошла ошибка при отправке и чтобы но так как это адреса существующие никакого спама не произошло просто это техническое ограничение при отправке то теперь есть возможность зайти и нажать эту кнопку отправить и отправить тем адресатам которые получили ошибку а можешь показать как настраивается ограничение по отправке то есть какое количество отправлять за один раз да да есть такая у нас настройка модуль если мы пойдем в настройки модуля email маркетинг то мы увидим возможность указывать разные параметры в том числе и интервал в секундах для пошаговой рассылки это у нас если вы отправляете вручную то вы можете настроить ограничение сколько за один шаг будет выполняться сколько в секундах будет один шаг выполняться далее у нас есть метод автоматической отправки рассылки это через агенты кром далее количество писем разные параметры и интервал проверки периодических рассылок в секундах так вот для того чтобы настроить ограничения по времени нам придется использовать две настройки это количество писем для рассылки агентом за один запуск и вторую настройку это интервал в секундах между запусками рассылки агентом здесь немного придется посчитать то есть допустим если если у вас стоит ограничение одно сколько там примеру 60 писем ну или там сколько 600 писем в час то вам нужно будет поделить одно сейчас подождите сам запутался то есть вам нужно придется выставить интервал рассылки к примеру минуту и тогда вы будете точно знать что у вас будет отправляться какой-то к примеру 5 писем раз в минуту и исходя из этих параметров вы можете посчитать сколько же писем будет отправлено в час и выставить необходимое число к примеру там 10 чтобы сделать ограничение которое будет не больше чем разрешено вашим там сервером я хотел бы здесь еще продолжить поскольку появились вопросы о том сколько вообще писем можно отправлять в день или еще когда-то да речь идет конечно об отправке нашим сервисам и тут хочется пометить что наш наш один из битриксов управления сайта не является сервисом отправки писем да он по сути конструктор и автоматизатор да то есть в самом битриксе вы просто настраиваете некоторую автоматизацию создаете сами письма настраиваете расписание или триггеры и так далее и битрикс является лишь инициатором отправки письма но не непосредственно отправляющим сервером а вот вот как раз количество писем которые вы можете отправить количество там чистоту с которой отправляете и так далее зависит от того какой сервер отправки вы используете. Вы можете использовать сервер отправки, который по умолчанию у вашего провайдера, хостинг провайдера настроен на сайты. Но здесь тоже обращу внимание, что надо тогда добиваться от хостера корректной настройки этого сервера или выставления ограничений и получить информацию от него, какие ограничения есть по отправкам и так далее. Либо использовать какие-то внешние серверы, там, например, тот же Mail или Яндекс, да, и у них тоже есть свои ограничения и свои условия, которым нужно соответствовать, чтобы не привело это к перегрузке сервера, к блокировкам и так далее. Поэтому вот за этим моментом надо следить внимательно, потому что как раз от этого будет зависеть успешность вашей рассылки и в том числе блокировки и попадания в спам со стороны получателей. Мы об этом еще тоже поговорим, об этих правилах немножечко. Да, все верно. Ну, наверное, с рассылками в e-mail маркетинге можно сказать, что мы закончили. Да, и нам нужно поговорить немножко о триггерах, потому что это следующий блок собственно e-mail маркетинга. И я, наверное, не буду уже возвращаться к презентации. Давай мы просто, сейчас я буквально в двух словах поясню, что это такое, а ты как раз покажешь, как это выглядит. Значит, что такое триггерная рассылка? Триггерная рассылка это автоматическая рассылка, срабатывающая автоматически по какому-то событию. События могут быть разнообразными. Это может быть, например, созданный заказ или, например, отгруженный заказ, завершенный заказ. Это может быть событие, которое не произошло. То есть мы ждем того, что не произошло. Например, пользователь не возвращался на ваш сайт в течение определенного времени. То есть ничего на самом деле не произошло, но для системы это событие. Пользователь в течение 30 дней на сайт не вернулся. Это означает, что мы можем попробовать его вернуть теми или иными способами. Так вот, триггер это вот такое событие, которое так или иначе происходит на сайте. И в зависимости от этого события мы можем настраивать различные цепочки писем, которые будут отправляться. Сценариев использования триггеров довольно много. Ну, давай, у нас есть же стандартные некоторые рассылки. Давай попробуем их начать делать, и в процессе уже будет понятно, какие триггеры у нас есть и как, собственно, создаются цепочки и с какими условиями. Да, то есть мы, опять же, в разделе маркетинг переходим в триггерные рассылки и нажимаем создать новую рассылку в списке рассылок. Мы видим вот такую страницу. У нас создание триггерной рассылки состоит из задания основных параметров рассылки, потом условия настройка, условия запуска, далее опять же настройка визуального, визуальная настройка письма, и уже это достаточно для того, чтобы запустить триггерную рассылку. У нас есть в поставке продукта уже семь готовых шаблонов триггерных рассылок. Это значит, что вам достаточно только указать название рассылки и, возможно, поменять оформление писем. У нас наши рассылки уже с готовым текстом, с готовыми настроенными компонентами. И просто задав название рассылки и даже можно не менять внешний вид, вы можете сразу запустить на вашем сайте триггерные рассылки, которые будут работать автоматически. Посетители будут заходить на ваш сайт, совершать какие-то действия и тем самым будут возникать какие-то события. И эти запущенные триггерные рассылки будут работать на этом, будут запускаться по этим событиям и производить какие-либо то действия, в том числе и отправку писем с данными, к примеру, с купонами, с данными о заказе и прочими информациями. Давайте посмотрим стандартный сценарий. Это отмененный заказ. Выбираем рассылки, что может произойти в магазине, это отмененный заказ, мне кажется. Да, неприятно. Здесь мы видим отмененный заказ, то есть нам в принципе тут уже все подставлено, кроме адреса отправки. Вот мы поставляем, нажимаем сюда, наш адрес сервера, либо его вбиваем вручную. Если вы один раз уже обобьете, то он сохранится и здесь будет всегда показываться для вашего удобства. Нажимаем «Далее» и переходим на страницу условия запуска и остановки. Наверное, мне лучше все-таки вернуться на шаг назад. Давайте заново попробуем, посмотрим. Дело в том, что я не рассказывал вот о этих двух параметрах – сайт и название. Сайт – это настройка, которая будет определять доступность на определенном сайте рассылки. То есть, если, например, настройка сайта, если пользователь ходит на каком-то одном сайте, а рассылка на настроена на другой магазин, на вашей же, на этом же сервере вашем, то рассылка не запустится, потому что это будут разные сайты настроенные. То есть, можно одинаковые рассылки настраивать на разные магазины и иметь разные сценарии на каждом магазине, если у вас настроена мегасайтовость. Далее, параметр названия, он нужен для того, чтобы, во-первых, вы сами видели, понимали, что это у вас за рассылка, и также он еще показывает, показывается в списке рассылок, когда человек переходит по ссылке отписки в письме. То есть, человек получает письмо, видит внизу ссылку на отписку, нажимает на нее на отписаться и попадает на страницу со списком рассылок, на которых он подписан. И вот как раз название рассылок – это то, что он увидит, это название. Да, поэтому важно название делать такими, чтобы человеку было понятно, от чего он хочет сейчас отписаться, ему не захотелось отписаться от всего. О, да, то есть этот момент тоже надо учитывать. Да, 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 очень важное замечание. Итак, мы видим условия запуска и условия остановки. Дело в том, что в наших триггерных рассылках они не просто запускаются, а запускаются для достижения какой-то цели. То есть, каждая триггерная рассылка запускается по какому-то условию, по какому-то событию, и завершается она по какому-то событию. Допустим, у нас, вот как мы сейчас и настраиваем, условия отмена заказа. Если человек... Тогда, когда человек нажмет кнопку «Отменить заказ», и он произойдет отмена. Но у нас же должна быть какая-то цель. И цель у нас является, к примеру, оплата заказа. Здесь стандартный шаблон, он предусматривает оплату заказа. Мы можем выбрать создание заказа. Создание нового заказа. То есть, человек отменил, но мы будем ему отправлять письма с какими-то предложениями, вопросами, может быть, что-то вас не устроило и прочее, там, предложение купона, чтобы он создал новый заказ. Да, то есть, это будет являться достижением цели. И как мы сейчас нажмем вот следующий шаг? Перейдем к настройке письма внешнего вида. Здесь мы видим хронологическое отображение последовательности отправки нескольких писем. То есть, мы вот видим, что у нас есть отмена заказа, это как событие, запускающее рассылку. Потом у нас пойдет одно письмо, на следующий день еще, через еще один день третье письмо. Мы можем убрать это письмо, либо добавить новое письмо, еще раз делать 4-5 писем. Это уже, как вы сами решите, сколько нужно писем на каждого человека. Вот. И цель является создание нового заказа. Допустим, мы сегодня отправили письмо. Первое. Человек получил письмо. Допустим, это у нас здесь старое оформление писем, конечно, но можно использовать, если нажать «Убрать другой шаблон», можно использовать новый визуальный редактор. Мы еще пока не обновили те шаблоны. Мы очень недовольны тем, точнее, очень расстроены тем, что вы отменили заказ, чем можно помочь. Человек почитает письмо, расчувствуется и вернется и создаст новый заказ. Если у него не получится расчувствоваться с первого письма, у вас есть возможность в течение нескольких дней отправлять ему по еще более жалобному письму, чтобы он, наконец, расчувствовался. Ну, тут настройка интервала между письмами. У нас даже есть до месяца, так что даже не дни, а не месяца. Да, можно раз в год напоминать ему, что он отказался от заказа. Да, хороший сценарий. Но вот так вот, если у нас человек после письма уже не будет отправлены, но ни второе, ни третье, ни последующие письма из этой цепочки не будут ему отправлены. То есть человек не будет спамиться, не будет получать спам, потому что он уже сделал целевое действие, и ему не нужны письма за заказ. Он уже сделал. Это хорошо. Это же триггерная рассылка опять будет отправлять последовательность писем. Одно, второе, третье, четвертое. До тех пор, пока либо количество писем не закончится, ну, то есть все письма отправятся, вся цепочка, там все три, раз, два, три, там или четыре. Либо пока он не выполнит целевое действие, и тогда оно прервется, то есть на каком-то письме, после которого он сделал действие. Далее вот так. Здесь у нас настройка визуального вида, текста. Но также мы можем отправить всю цепочку писем, все там пять писем или там три, сколько у нас здесь есть, на свой адрес. Нажав «Отправить» и получим все эти письма на указанный почтовый ящик и просмотрим, как же они выглядят на конкретном устройстве. Но после создания рассылки очень важно нажать кнопочку «Запустить». Она создается у нас неактивной. Чтобы она начала запускаться на событиях и отправлять письма, нужно нажать кнопку «Запустить». Все, вот она запущена. Теперь она у нас работает и будет реагировать на отмену заказа, отправляя письма, цепочки писем сразу по одному, с интервалом минуты, дней, либо какие настройки вы захотите, вы можете указать. Также, допустим, давайте посмотрим, у нас есть возможность использовать новый редактор писем. Здесь тоже самое, можем использовать все те же самые теги персонализации, и в том числе и здесь. Но в данном случае, в данном триггере, у нас доступен еще и код заказа, потому что у нас событие отмена заказа. И используя этот код заказа, мы можем добавить, к примеру, информацию о заказе, то есть это сам заказ. То есть мы переместим сюда, сохраним, и все. У нас еще в письме будет дополнительно информация по заказу. Статистику. Время от времени можно заходить и смотреть статистику по данной триггерной рассылке. Это для скотки она от человека была запущена, сколько из них выполняло целевое действие, сколько из людей отписалось, сколько вообще всего письма правильно было открыто, переходов по ссылкам совершено. И здесь также график, после какого письма достигнута цель. Первого, второго, третьего. Обычно конверсия падает от письма к письму. То есть после первого больше, после второго еще меньше, после третьего совсем там мало. Но зато хоть и последние будут возвращены на сайт, если, например, такое настроение, сценарий. Давайте посмотрим другую триггерную рассылку. Это письма в догонку. Это письма приходят к клиенту после первой покупки. Компания обогарит его за сотрудничество, просит оставить отзыв на сайте и предлагает скидку на следующий заказ. Тоже довольно интересный сценарий. И условие запуска тут является оплата заказа. И следующее условие также является оплата заказа. То есть если человек оплатил заказ, мы ему отправляем цепочку писем с благодарностью, с купонами, ну как вы можете настроить самостоятельно, со скидками. И тем самым его подтолкнуть к созданию оплате следующего заказа. Например, он получил скидку, он подумал, что очень это выгодно будет. И сделал еще один заказ. И после этого он опять еще раз может, опять это запустится рассылка. То есть получается такая цикличность, постоянное общение. Можно через эту рассылку выстроить какое-то общение с вашим клиентом в автоматическом режиме. Какие же вот у нас есть инструменты для этого? Мы в письме можем дать ему купон. Например, в первом письме купон на 3%, на втором письме на 10%, там в третьем письме на 15%. Но дополнительно мы можем еще использовать компоненты, которые работают с Big Data. То есть вот как помните, у нас было в e-mail маркетинге использование, ну как, чтобы мы просили Big Data порекомендовать нам получателей для продажи конкретных товаров. Здесь же мы можем использовать, к примеру, компонент рекомендуемые товары. Они запустятся просто для пользователя, для конкретного покупателя. Будет список товаров. Этот же компонент, кстати говоря, можно использовать в обычных рассылках, добавляя где-то в конец, что мы вам рекомендуем вот такие-то товары для конкретного получателя письма. Ну, в основном это именно магазинные покупатели должны быть получателями. Ну, а также у нас есть еще и сопутствующие товары. Это компонент, который получает на вход код заказа и показывает, ой, извините, что-то у нас тут не так. Он получает на вход ID заказа и выводит сопутствующие товары, то есть товары, которые обычно покупают с теми товарами, которые находятся в заказе. Это довольно удобно. То есть мы можем использовать в первом письме, к примеру, предложить человеку еще поблагодарить за покупку, предложить ему еще дополнительно какие-то товары, которые, возможно, его заинтересуют, которые, может быть, он не видел на сайте. А во втором уже предложить купон. В третьем купон с большей скидкой на следующую покупку. И таким образом стимулировать его, подталкивать к следующим покупкам. И таким образом у нас будет, если у нас расставить первые письма один-два дня, следующие можно неделю, через месяц ему отправлять. Если он не выполнил цель заказа, то цель – это оплата заказа. Триггерные рассылки, они настраиваются один раз. Вы придумываете сценарий, настраиваете текст, используете в том числе наши заготовки, готовые шаблоны триггерных рассылок, нажимаете кнопку «Запустить», и они работают автоматически, без вашего участия. Участие происходит выдача купонов, сообщение сопутствующих товаров, предложение оставить отзыв на сайте, либо еще в каких-то соцсетях, повышая видимость вашего магазина. И у нас есть еще и другие. То есть это стандартный у нас триггер, который нам позволяет использовать события, когда что-то произошло на сайте. То есть кто-то оплатил заказ, кто-то создал заказ, либо кто-то отменил заказ, либо вообще не связанное с заказом, вы можете расширять все, использовать, создавать собственные события. Допустим, у вас какой-то сложный сценарий на сайте, и вам достаточно будет только создать события, при наступлении этого сценария, и настроить на это событие там вот рассылку. триггер, но у нас есть также и случаи, когда человек просто пропадает, не заходит на сайт, и он отсутствует, бросает корзину, либо просто он давно не заходил на сайт. И для таких случаев у нас есть, вот как сказал у нас, так, как у нас называется, это события, которые не наступали вообще. Это у нас есть три готовых шаблонов, триггерных рассылок. Это будильник 90, 180 и 360, это они названы по количеству дней. Они запускаются при... в случае, когда человек, ну, когда ваш покупатель, посетитель не заходил на ваш сайт в течение 90 дней, 180 дней, 360 дней. Это реанимация, возвращение на сайт людей. И вот довольно интересная у нас, сценарий – это забытая корзина. То есть люди заходят, ходят по вашему сайту, нажимают «добавить в корзину интересующих товаров», но, возможно, их не устроит цена, либо их что-то отвлекло. И в данном случае мы можем быстро, в течение, там, примеру, суток, пытаться вернуть его, либо даже больше вернуть на сайт каким-то заманчивым предложением. Ну, давайте создадим такую рассылку. Вот она у нас имеет уже более широкие настройки, расширенные. Здесь у нас есть выбор условия запуска, это забытая корзина. И цель достижения – это оплата заказа. То есть мы отправляем эту рассылку, эти письма всем, кто забыл корзину, для того, чтобы оплатить он заказ. У нас есть настройка времени запуска этой рассылки. К примеру, она будет запускаться один раз, проверять, кто же у нас забыл корзину. И для этих покупателей, которые у вас забыли корзину, отправляет рассылку. И мы можем настраивать, сколько дней она уже лежит, такая одинокая у нас, эта корзина. То есть, к примеру, один день – это, наверное, самый лучший вариант, потому что по горячему можно отправить. Но в том числе у нас есть еще галка «Обработать старые данные». Допустим, мы в первый раз настроили эту рассылку, и у нас корзины там лежат месячные давности, больше там годовой. И хорошо бы, конечно, вообще, чтобы у нас наша определенная рассылка работала сразу, по горячему, то есть в течение, там, на следующий день сразу же бы обработала тех, кто забыл вчера. Но нужно же еще и старых обработать людей, поэтому мы можем поставить, обработать старые данные, и тогда один раз при запуске этой рассылки один раз всего лишь возьмутся все старые данные, и всем, кто ранее забывал о корзину, будет отправлена эта рассылка. И, возможно, мы сможем вернуть покупателей на сайт. Дальше мы нажимаем «Следующий шаг», смотрим на письма, товары за бутой корзины, подложены, специальная скидка самых серпеливых, то есть у нас тут есть купоны, предложения купонов, вопросы и прочее, то есть здесь мы пытаемся вернуть людей. И, как вы можете заметить, во всех сценариях мы поработали над текстами, мы попытались написать интересные тексты, которые будут актуальны, заинтересуют людей, и в том числе у нас «Хулиганство». Она довольно в таком хулиганском стиле написана, с хулиганскими текстами, является шуточной цепочкой писем, но, в общем-то, она довольно небанальна, и, конечно, может сразу заинтересовать это письмо, когда человек увидит в его списке писем такой слегка провоцирующий стиль. Возможно, вас тоже заинтересует такое. Вообще провокация хорошо работает. В чем часто работает хорошо, наша задача здесь была просто сделать полную цепочку, попытаться сделать ее немножко шуточной. Я и вам советую, в общем, относиться иногда с юмором к тому, что как вы собираетесь возвращать ваших покупателей, это часто выбивается из общего контекста рассылок и, соответственно, обращает на себя больше внимания. Да, обычно писем приходит много, и нужно как-то заинтересовать человека, открыть письмо и взглянуть хотя бы даже одним глазком. То есть нужно подумать и над заголовком, и над содержанием, если все-таки даже он открыл это письмо. Да. Так, и в данном случае у нас... Давайте еще посмотрим, конечно, какие же у нас вообще есть доступные условия запуска и условия достижения цели. Давно не заходил на сайт, давно не покупал, забытая корзина, заход на сайт, изменение статуса заказа, то есть в том числе мы еще можем брать, на какой именно статус поменялся заказ, на какой статус получил заказ. Оплата заказа, отмена заказа и создание заказа. Не все, и в принципе даже они могут не совпадать, условия достижения цели. У нас есть вариант, уедомить, просто отправить все письма, то есть никаких целей нету, письма отправляются, и пока все письма не будут отправлены, человек не важно, какие он действия будет выполнять, они все равно будут приходить. Заход на сайт, изменение статуса заказа, оплата заказа и создание нового заказа. Вот такие у нас условия достижения цели. Что же говорить опять же про отписку? Это, в общем-то, почти стандартная рассылка, триггерная, и правила у него такие же. То есть, если человек хоть раз отпишется, получая какое-нибудь письмо по триггерной рассылке, если от него отпишется, то больше по этой триггерной рассылке он не будет получать писем. Если же он выполнил просто целевое действие, то рассылка прекратит действие, но на один раз. Если следующее действие он выполнит, какое-то условие запуска, то рассылка запускается и будет ждать целевого действия. А если человек отписался, то рассылка больше уже никогда не будет запускаться для него. Я хотел еще добавить, что за счет даже стандартных условий запуска и достижения цели, вы, обратившись к разработчику, можете расширить эти списки. Но даже используя стандартные, можно делать довольно простые триггерные рассылки, которые будут, например, стимулировать оплату заказа. То есть у вас заказ есть, вы ставите триггер на создание заказа и делаете цепочку писем, чтобы напомнить человеку каждый день или через два дня о том, что у него заказ, и что его надо оплатить или еще какую-то дополнительную информацию предоставить. И, соответственно, достижением цели будет просто либо изменение статуса заказа, либо оплата заказа. Таким образом, вы там можете повысить вот эту конверсию из оформленных в оплаченные заказы просто простым триггером. Здесь из нескольких писем состоящих. Еще, Андрей, есть просьба показать, как происходит отписка. Ты можешь показать эту ссылку, как она будет выглядеть, или для этого надо письма формировать? Отписка в общем? Да, для пользователя, как будет выглядеть отписка от рассылки. Да, давайте попробуем посмотреть. Давайте тогда создадим рассылку. Так, мы можем просто перейти в созданный какой-нибудь выпуск и отправить себе письмо. Не удалось у тебя. Да, возможно, у нас проблемы на сервере с отправкой. Да, сейчас, конечно, будет тяжело показать, потому что сама ссылка находится у нас в наших стандартных шаблонах внизу. А ты код и код, скажи, емельный, может быть, мы вытащим, или там параметры пользователя должны подправить. А вот тут, конечно, все хитро сделано. У нас есть ссылка, которая формируется для каждого письма, отправляемого людям, и он может, только он может перейти и писаться там. Да, там уникальная ссылка, да, ее нельзя будет так вот сгенерировать на лету повторить. Я вот, собственно, это опасался, что он не смогу пока. С сожалению, да, у нас... Ну, в общем, выглядит это довольно просто. Человек, переходя по этой ссылке, попадет на страничку вашего сайта. У нас есть компонент специальной отписки, который вы сами добавите, куда желаете нужным, считаете нужным. И, собственно, человек попадет на эту страничку отписки, где будет список всех рассылок, на которые он подписан или не подписан. И он сможет поставить галочки или снять галочки, для того, чтобы подписаться и подписаться. Правильно я понимаю? Да. То есть это обычный список, где списком показаны рассылки с галочками, и галочка уже стоит на той рассылке, по которой было отправлено письмо, из которого он перешел. То есть ему достаточно будет нажать на эту кнопочку, это отписаться. Если он хочет отписаться других, то ему придется еще галочки поставить. То есть стандартная обычная страница, ничего особенного нет. И, да, если вы захотите как-то изменить ее дизайн и разместить в другом месте, она стандартно расположена, она сразу работает, автоматически ничего не нужно. То есть отписка работает всегда. Но если вы решите сделать свою страницу отписки, то вам на строке еще нужно будет указать адрес отписки, вот этой страницы отписки. Такой вот вопрос есть у наших зрителей по поводу UTM-меток. Есть ли какие-то особенности при проставке UTM-меток в рассылках или все вышли стандартно? Нет, никаких особенностей нет. Допустим, у вас несколько ссылок, то есть, например, вот как здесь, вот ссылка у вас ведет, например, на главную страницу сайта, это у нас ведет на какую-нибудь там корзину и так далее. И бывают такие письма, где ссылок очень много. Очень много. И любой переход по этим ссылкам нам бы хотелось бы отслеживать. В данном случае нам не нужно по каждому, по каждую ссылку редактировать, указывать эти UTM-метки. Нам достаточно здесь указать UTM-сурс-тар. Вот так у нас. И указать все необходимые метки, все необходимые параметры, которые будут добавлены в ссылки автоматически при отправке. То есть, мы указываем в одном месте и все эти метки уйдут во все ссылки. То есть, у нас вот такая есть возможность. Если не надо ссылки разделять разными пометками, то, в общем, можно добавить общую на все. Но обычно не делаем отдельные ссылки отдельными метками, потому что и так понятно, какие ссылки были нажаты. Так, так, так. А, вот. Важный вопрос. Создают уже не первый раз. Можно ли поздравлять с днем рождения, если у нас те триггеры и какие-то стандартные возможности. Насколько я знаю, стандартных у нас нет. только по днём рождения. Давайте посмотрим. Ну, скорее всего, вот, пользователи, добавить. Здесь только дата регистрации. Да, у нас только дата регистрации, конечно. Ну, здесь можно по коннектору, да? Коннектор подредактировать немножко, попросив партнера, чтобы добавилось поле на день рождения, если оно есть. Я, честно говоря, уже не помню, но, по-моему, этот коннектор день рождения делался у меня в качестве примера статьи на сайте 1S Bittrex. А, то есть можно на сайте 1S Bittrex. Да, надо будет посмотреть. Но, я не уверен, конечно, это возможно для только не особых сайтов, потому что в основном-то дату рождения никто не указывает в обычных магазинах. Ну, раз такой вопрос возникает, значит, есть потребность? Ну, в данном случае, да, видимо, потребность есть, и стандартно, ну, конечно, там и доработать несколько строк кода, поэтому мы пометим себе сделать такую штуку, раз у нас спросили, думаю, это лишним не будет. Окей, ну что, я предлагаю такую живую часть завершать пока. У меня есть еще несколько, или ты еще что-то хотел показать, Андрей? Нет, у меня уже все. Ну, все, спасибо, тогда я забираю у тебя экранчик. Да. И хочу перейти к части, которая, наверное, тоже будет полезной. Андрей, отпущи, пожалуйста, микрофончик, если не будешь корректировать меня, чтобы не шумело ничего. Я хотел немножко поговорить про некоторые примеры. На самом деле, опять же, ничего нового, наверное, не изобрету, и поскольку там мы, как компания-разработчик, не являемся специалистами по email-маркетингу, то есть делать какие-то там правильные, наверное, выборки будет непросто, потому что мы все-таки разработчики и вендоры, да, но однако я нашел несколько статей, в которых, на мой взгляд, очень правильно описаны хорошие примеры рассылок. Это не очень новые статьи, но я хотел бы сейчас с вами ими поделиться именно теми примерами, которые мне приглянулись, и обратить ваше внимание на те моменты, которые мне показались действительно удачными. при этом эти рассылки, да, не являются, там, не знаю, произведением искусства или с точки зрения дизайна шикарными и так далее. На самом деле я буду обращать внимание на некоторые очень практичные вещи, которые хорошо работают в рассылке и, возможно, помогут вам сделать рассылку вашей мечты, так сказать. Так, хотел уточнить сейчас, правильно ли, все ли в порядке. Система мне показывает, что экранный показывается. Так ли это? Если можно, от пары пользователей небольшую обратную связь, чтобы я был уверен. Да, вижу, что все показывает. Спасибо. Итак, буквально еще 5 минут времени мы пробежимся по некоторым примерам, ну, любопытных, на мой взгляд, рассылок. Это вот первое, BrainPackings, это сервис, который занимается... На самом деле, когда я первый раз увидел эту рассылку, вот она справа, полностью показана, вот эта вот длинная колбаса, это на самом деле одно письмо. Я, когда первый раз увидел, подумал, боже мой, как они вообще догадались сделать такую длиннющую рассылку, кто же ее будет читать? На самом деле, это допустимо. Я хотел сказать, сказать, что нету общих правил, которые диктуют вообще все рассылки всем и всегда. Вот в данном случае ребята нарушили некоторые правила, да, по длине письма, но сделали это потому, что их аудитория такая специфичная. Да, то есть люди, которые получают эту рассылку, которые взаимодействуют с BrainPackings, они на самом деле готовы и жаждут чтения. Именно поэтому их письма достаточно длинные, объемные и содержат большое количество материала. Да, то есть в некоторых случаях даже такой подход, который сначала вызывает сомнения, может быть, ну, как бы действительно актуальным и может сработать, быть полезным для ваших покупателей. Давайте посмотрим, например, на интересный пример хорошего оформления. на самом деле, вот посмотрите, это RunKeeper, да, приложение, которое, ну, для чего, если вы не бегаете, наверное, не знаете, но есть такое предложение для бегунов, которое, собственно говоря, выстраивает, помогает поддерживать форму с точки зрения бега. И, как видите, их рассылка на самом деле не содержит информации, да, то есть здесь нету текстов. Текст, есть только заголовки и только симпатичные картинки. Все, больше в рассылке ничего нет. Однако это тоже работающая, хорошо выглядящая, привлекающая рассылка, потому что, по факту, я уверен, что у них даже вот количество нажатий очень велико, потому что они делают действительно красочно, они делают симпатично, ну, и, как вы видите, достаточно адаптивно, то есть даже на мобильной, в мобильной версии рассылки вот, вот, представлен телефон, тоже все выглядит красиво, то есть размер шрифтов, те же яркие картинки, все выглядит точно так же, удобно для нажатия, что в большом экране, что в маленьком. И, как вы видите, можно сделать рассылку вообще без текста, но она тоже сработает, она тоже привлечет к вам, на ваш сайт покупателей. Еще один интересный пример, это служебные письма. вообще на самом деле, очень мало интернет-магазинов, по крайней мере, с которыми я сталкивался, уделяют должное внимание своим служебным письмам, то есть тем письмам, которые отправляются по изменению статуса заказа, по регистрации, по подписке, отписке и прочим служебным каким-то действиям, которые происходят на вашем сайте. Обычно используются вообще стандартные шаблоны. Хочу сказать, «Черт побери, ну посмотрите вы на эти письма. Смотрите, как сделано вот это письмо». На самом деле, вот этот вот 1 800 контакт, они для своего заказа сделали вот такую шкалу, вот она, шкала исполнения заказа, и мне, как покупателю или тому, кто заказал, не нужно даже ничего читать, чтобы понять, чтобы получить информацию, которую они хотели до меня донести. Они хотели сообщить мне, что у меня сейчас такой-то статус заказа, и я это вижу с первого взгляда. Мне больше в письме ничего не нужно. Это создает некое удобство и понимание, и я могу продолжать заниматься там своими делами, просто бросив один взгляд на письмо, поняв все, что мне от них, собственно говоря, нужно. Это вот экономия моего времени, она тоже повышает лояльность к поставщику. Вот тоже кажется, что очень симпатичный пример письма, и, наверное, он привлекает тем, что использованы фотографии, причем фотографии, скорее всего, обычные пользователи. Это не какой-то там сток, ничего, на самом деле это фотографии из Инстаграма. Вот Salt House, вот эта гостиница, она использует фотографии из своего Инстаграм-аккаунта в своих же рассылках. Да, как вы видите, Инстаграм позволяет очень быстро и просто отредактировать фотографию, наложить на нее фильтры, ну, как бы превратив фотографию, в общем-то, в какой-то, ну, в некоторых случаях даже шедевр. Да, то есть, действительно, выглядит профессиональным. Вот мы смотрим, фотка выглядит профессиональным, она круто обработана и так далее. На самом деле, всего лишь Инстаграм. Попробуйте использовать какие-то такие приемы для того, чтобы добавить пикантности, грубо говоря, какую-то изюминку в свою рассылку. Вот еще интересный пример использования больших изображений. Опять же, использовать изображения такого характера, их там довольно легко, и использовать их в том числе в адаптиве тоже не составляет большого труда. Но в данном случае хотел обратить внимание на целевое действие. Как видите, это кнопка Enter Now, которая расположена рядом с большим огромным заголовком, и на самом деле, в каком бы вы браузере не открыли, то есть, в каком клиенте не открыли, вы увидите призыв к действию, да, в данном случае здесь нас призывают выиграть путешествие в Лондон или Париж, да, у нас есть соответствующие там фотографии, которые очень хорошо демонстрируют, собственно говоря, куда же надо поехать, и мы можем сразу же, в общем-то, туда попасть, да, просто нажав соответствующую кнопку, совершив целевое действие, которое от нас просят. Еще один интересный, на мой взгляд, умный подход к рассылке, вы видите сейчас две части, это, кстати, компания AT&T, большой очень оператор, который в Америке работает, вот, собственно говоря, два блока, вот это блок, как выглядит рассылка в обычном, в обычном клиенте, а вот это, как он выглядит на мобильном телефоне. Если здесь мы видим кнопку Shop Now, да, то есть от нас требует действие нажать и перейти в интернет-магазин, то здесь у нас уже появляется кнопка Call Now, да, и это на самом деле мелочь, но подумайте, насколько она удобна, то есть письмо, одно и то же письмо, которое открылось в мобиле, дает возможность сразу позвонить одним нажатием, да, сделать ссылку Call Now не составляет большого труда, нажали, и телефон сразу звонит, да, кажется очевидным, поскольку в данный момент я держу телефон в руке, и, в общем, позвонить и сразу сделать заказ или пообщаться с консультантом кажется весьма логичным. Ну и напоследок один из там недавних игроков, который появился у нас на рынке, это Uber, да, они, в общем, славятся своей красиво оформленными рассылками, которые приходят от них, я являюсь клиентом, там их периодически получаю, в том числе служебные рассылки у них тоже оформлены очень хорошо, и в целом очень качественно предоставляют информацию, если вы не пользовались, ну попробуйте там скачать себе приложение, попробуйте разок проекта на Uber и посмотреть, как приходят эти все письма, они действительно выглядят достойно, но в данном случае помимо там красивых заголовков и так далее, у нас есть, собственно говоря, вот самая основная информация, которую хотел донести Uber до своего покупателя, до своего клиента, это то, что Uber сейчас стал на 30% дешевле, чем такси, то есть вся вот это, все вот это письмо на самом деле ради вот этого текста, причем я встречал бы, встречал неоднократно рассылки, которые приходят ко мне там по тем или иным сервисам и так далее, где мне хотят сказать примерно то же самое, но расписывают это на три страницы, ну я, конечно, утрирую, да, но мне приходится читать длинное письмо для того, чтобы мне сказали вот эти три, одно предложение. Обращайте на это внимание, чем короче из сжатия вы донесете, попытаетесь донести информацию своему покупателю, да, своему респонденту, тем больше вероятности, что он ее прочитает, осознает и поймет или совершит ваше целевое действие. Так, на самом деле у меня с этой точки зрения все, я хотел с вами еще один момент затронуть, это, собственно говоря, как в спам не попадать. Есть целый ряд рекомендаций, вот если взять рекомендации сервисов, основных популярных почтовых сервисов, это Mail.ru, там и Яндекс, здесь представлены ссылки, по которым вы сможете перейти и посмотреть детальные условия, детальные требования, которые предъявляют сервис, почтовый сервис к приходящему к нему письму, да, и это поможет, первое, создавать правильные рассылки, потому что все зависит не только от сервера, который отправляет, но и от того, что внутри письма, и за этим тоже надо пристально следить и понимать, какие требования будут, ну и также правильно настраивать свой сервер для того, чтобы или требовать от своего хостера, или использовать уже настроенные серверы, чтобы письма доставлялись и не попадали в спам. В частности, есть очень подробно рассмотренные обязательные и необязательные требования, вот, собственно говоря, по этим ссылкам на Mail.ru. Я обозначил просто глобально, что для каждого письма, для каждого получателя должен быть очень очевидный, простой, понятный процесс как подписки, так и отписки от письма. То есть, в частности, роботы, которые получают письма, в данном случае серверы, это Mail и Яндекс, они умеют понимать, что в письме, они умеют понимать, работает ли отписка, вообще ссылка, указанная под отпиской, она вообще работает или нет. Они могут это проверить и уже по этому признаку, просто потому что ссылка не сработала, уже заблокировать всю вашу рассылку, которая приходит на их серверы. Процесс подписки тоже, он должен быть верифицирован, то есть, грубо говоря, пользователь должен быть очевидно подписан и подтвердить свое согласие с получением. Разные бывают истории, как это проверяют сервисы, иногда вручную, иногда некоторые автоматизированными способами, вплоть до захода на ваш сайт и проверки, а вообще подписаться можно у вас на сайте или там явно как-то подтвердить эту подписку и так далее. Важно также следить за заголовками письма, за их содержанием и чем дальше сервисы развиваются, тем они становятся умнее и тем больше они умеют понимать контекст и что вообще у вас в заголовке написано и как это работает. Ну и есть еще технические требования корректности сетевой идентификации, да, то есть сервер, который отправляет письмо, заголовки, служебные письма, они все должны соответствовать требованиям и правилам в соответствии с мировыми стандартами, в смысле международными стандартами оформления письма. Это зависит как от содержания письма, да, и тех тегов и полей, которые вы можете указать, так и от сервера и его настроек. И с детальными требованиями, я еще раз призываю вас ознакомиться, хотя бы у Мейла и Яндекса, да, на самом деле у каждого сервиса могут быть какие-то свои другие требования, и если вы обнаруживаете ситуацию, в которой вы попали в там, в блэк-лист, или ваша рассылка не доходит до определенных доменов, да, имеет смысл обращаться там к провайдеру, к постеру или следить за требованиями тех или иных почтовых сервисов, чтобы их соблюдать и, соответственно, приводить в соответствие свои сервисы отправки писем для получения, собственно говоря, максимальной эффективности. У меня здесь в презентации для вас, которые вы получите в дальнейшем на почту, есть выжимка из этих правил, которые там, я считаю, особенно важными, вот, но не буду сейчас их озвучивать, ибо это просто текст как раз для, скорее, для ознакомления в свободное время. Также вы получите, собственно, и ссылку и все, что необходимо. Собственно говоря, на этом первая часть вступительная у нас закончена, да, я напомню, что можно обращаться к нам с вопросами и по телефону, и, собственно говоря, на сайте у нас все контакты есть, можно, в крайнем случае, даже и мне написать, я постараюсь ответить и помочь вам, а сейчас мы переходим к следующему, к следующей части вебинара. у нас сейчас будет Светлана Русова, сейчас я найду ее в списочке, вы, кстати, пока я тут ищу, вы можете писать вопросы, я с вебинара никуда не денусь, буду отвечать вам уже в текстовом формате, или Светлана поможет мне ответить, такой очень опытный уже партнер. Так, 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 сейчас Свету найду, чтобы подключить. Вот, нашел. Света, я переключаю экранчик сразу с микрофоном, О, экран мы уже видим, сейчас должен пойти звук. Пока не слышно. Нет звука. А сейчас слышно, отлично. О, отлично. Хорошо, спасибо. Так, сейчас я тогда открою презентацию тоже. Вот, добрый день, коллеги, и продолжая, в общем-то, такой наш интересный вебинар, посвященный email-маркетингу, я хочу поговорить немножечко о том, как сделать email-маркетинг эффективным именно для вашего ресурса, для вашего интернет-магазина. Поскольку сегодня уже показывали на примере интернет-магазина, я уже так буду тоже, в общем-то, рассчитывать, что у нас интернет-магазин. Но, в принципе, те же самые правила действуют, да, для любого сайта, для любого сервиса, чтобы вы не планировали, там, через интернет продвигать и рекламировать. и так, для того, чтобы было понятно, да, что, когда мы говорим про эффективность, нам важно понять не просто те инструменты, которые существуют, а немножечко подняться на уровень выше и понять, что email-маркетинг это одна из составляющих общей стратегии работы интернет-магазина. То есть это одна из частей коммуникации, да, один из блоков, где мы общаемся с клиентами, и очень важно встроить правильно email-маркетинг просто в общую концепцию, а не запустить рассылочку саму по себе. Потому что, если посмотреть, да, ну, Андрей и Сергей прекрасно показали, то есть все существует, все работает, инструменты, ну, вообще, замечательные, то есть берем, запускаем, ну, прям руки чешутся, так хочется что-нибудь кому-нибудь сразу отправить, да, там как-то базу настроить, еще что-то такое сделать. Но зачем, да, вот важный такой момент, что мы хотим этим добиться. То есть просто отправить рассылку, как мы будем понимать, работает, не работает, да, то есть как понять, насколько вообще то, что мы делаем, эффективно. И для этого я вот хочу показать такую пирамиду эффективности, да, то есть у нас должна быть цель, у нас должны быть какие-то определенные действия, и должен быть инструмент. Я так поделила примерно поровну, да, инструмент, ну, если брать по высоте, да, то есть примерно там по трети, по 30, там, с небольшим процентов на каждое у нас из составляющих приходится, и понятно, что инструмент, это очень важно, это наша основа, наша база. Если у нас будут кривые инструменты, то ничего у нас, в общем-то, не получится. Но какие бы замечательные инструменты у нас не были, если мы не знаем, что делать, да, как мартышка и очки, будем с ними ходить, и непонятно, что, как ими пользоваться. И помимо этого, должна быть какая-то цель, да, что мы хотим при помощи этих инструментов, собственно, проделать и решить. Вот, и поэтому, для того, чтобы мы говорили именно про эффективность, нам важно ответить вот на четыре таких серьезных, главных, я бы сказала, вопросов эффективности. То есть, первое, это зачем мы это делаем, да, это про вот какую-то глобальную цель. Например, мы хотим запустить рассылку в интернет-магазине. У нас недавно на обучении был пример такой интересный, интернет-магазин, вернее, не только интернет, они продают одежду в интернете, и у них несколько розничных магазинов, сеть магазинов, известная, в общем-то, в Питере. Вот, и рассказываем на обучении, что есть такой инструмент email-маркетинг. А там девушка активная, она сразу, о, я сейчас рассылку отправлю. Отправлю, вот сейчас вот я все послушала, как это делать, сейчас отправлю. И тут же возникает вопрос, зачем, что мы хотим добиться? Да, обычно этот вопрос у нас, если мы на него не ответили, то у нас начинаются проблемы на шаге, когда мы хотим написать. Когда мы начинаем придумывать текст для рассылки, вот тут начинается, ой, я не знаю, что писать, а что мы здесь напишем, а что мы здесь покажем. Если мы знаем, зачем, то вопросов с тем, что написать, написать текст, либо поставить, дать купон на скидку, у нас, в общем-то, не возникает. Если мы хотим, зачем мы это делаем? Мы хотим сделать наш бренд более популярным, более известным. У нас сразу становится понятно, что нам, мы ничего в этой рассылке в первую очередь не продаем, мы выбираем туда какие-то интересные статьи, и мы, соответственно, это отправляем. Если мы говорим о том, что мы хотим, у нас там на складе какие-то товары лежат, мы хотим их быстренько распродать, то что мы делаем? У нас в контент, мы ставим купон, пишем, ребята, у нас супер скидки, прямо сейчас, только сегодня, только для вас, все побежали. В этом случае, у нас тоже, опять-таки, нам сразу понятно, как, ну, что хотя бы писать, дальше мы уже там с текстом, с формулировочками экспериментируем. Вот. Следующий момент. Когда мы хотим достичь вот этого результата? Если мы хотим продать прямо сразу, то мы, собственно, тут же ставим купон, да, то, что я и сказала, и начинаем людям усиленно рассказывать, какие у нас замечательные товары. Но как раз на примере вот этого магазина, то, что мы придумали стратегию, ну, как стратегию, так не придумали уж прям детально, но набросали на занятиях, у них есть детская одежда, которая, ну, школьная форма, да, обучение у нас проходило где-то в начале лета, и вот там обсуждали, что мы хотим к августу, то есть чтобы к сентябрю, да, там где-то на начало августа, чтобы у нас купили вот эту форму. И, в принципе, у нас был еще месяц. И вот этот месяц дает возможность подготовить людей, то есть отправить им там описание, что у нас сейчас вот есть вот такие модели, а еще у нас есть такие модели, то есть мы им не кидаем в лоб сразу купон со скидкой, говорим им, пожалуйста, все побежали и все сразу покупили. Мы скидку тоже можем им дать, но где-нибудь в конце. Да, у нас есть время поработать с аудиторией, то есть подогреть у них интерес, показать им, вот тут есть такая модель, а есть там прошлогодние коллекции, а вот такие у нас правила, если ваш ребеночек вырастет там за лето, вы можете там прийти поменять там какой-то элемент из формы, если что-то там, вот ребенок вырос больше, чем вы рассчитывали вдруг. Вот, то есть, ну вот эти вот все моменты, все нюансы можно было успеть, извините, можно было успеть отправить, обсудить и, собственно, показать тоже своим клиентам, то есть немножко согреть аудиторию, и конечный результат от такой рассылки будет выше. Ну и самое такое, обычно удивляющий, такой шокирующий вопрос, а что мы будем делать с этим результатом дальше? То есть, мы отправили, да, письма, допустим, люди сделали целевое действие, перешли на сайт, оформили заказ, и тут возникает вопрос, у вас товаров хватит, да, ваш колл-центр готов к тому, что будет сейчас больше звонков, например, да, ваши курьеры и так далее, то есть, сможете обработать получившийся результат, если да, то все супер, значит, мы начинаем с ним работать, но это одна из веток, когда мы понимаем, что все пошло правильно, все хорошо, и у нас много тех, кто, ну, собственно, сделали заказ, да, те, кто, в общем-то, получили, ну, там, перешли по нашим формам, но ведь явно будут те, кто перешли, но заказ не сделали, вот что мы будем делать с ними, дальше, да, и я сейчас тогда немножко раскрою вот эти вот все пункты чуть подробнее, и буду ссылаться постоянно на те инструменты, про которые вот рассказывали в первой части, вот, давайте посмотрим на такую цепочку эффективных действий, то есть, в принципе, если мы говорим, ну, в терминах привычных в бизнесе, это, конечно, не цепочка, это мы строим бизнес-процесс, да, и в данном случае мы говорим про бизнес-процесс, запуск стратегии, запуск email-маркетинга, выбор стратегии и, собственно, запуск email-маркетинга как одного из направлений наших маркетинговых усилий, которые мы предпринимаем, в принципе, в интернете. И я делю это сейчас на три шага. Мы говорим только про email, да, поэтому сейчас три шага до того, как мы перейдем, собственно, к email-маркетингу, что нужно сделать. И здесь вот это один, наверное, из самых больших пунктов, которые важно сделать в принципе, да, и их важно сделать правильно, согласованно с тем, что будем потом отправлять. Первое. Сформулировать результат. То есть должно быть понятно то, что я сейчас сказала, цель, да, результат, который мы хотим добиться. Дальше. Представить, кому, вот от кого мы хотим получить этот результат, то есть кому будет интересно наше предложение. Если, возвращаясь к нашему примеру, магазин, продажа одежды, хотим продать школьную форму. Как среди всех наших покупателей найти тех, кому может быть интересная школьная форма? И, собственно, сразу же приходит ответ, ну, не сразу, но ответ появился, да, о том, что это, скорее всего, дети, да, которые покупали одежду, соответствующую росту определенному, да, то есть там 6-7 лет, это где-то там, ну, от 110 до 132, 136, то есть вот где-то вот в этом промежутке, скорее всего, рост у этих детей. И, скорее всего, они где-то в мае-апреле покупали что-то нарядное, потому что у них был выпускной в детском саду. Мы себе представили, да, вот это, кто нам нужен, вот наша аудитория, мы знаем, что они заказывали у нас что-то нарядное, да, на вот такой рост и, соответственно, на, ну, вот в этом промежутке времени, то есть апрель-май. Скорее всего, да, это родители там, пятиклаш, ой, пяти-шестилетних деток, то есть 6-7 летних деток, скорее так, ну, которые собираются в школу там, в первый, либо в подготовительный класс. Дальше, когда у нас есть вот этот вот критерий, то есть кому будет интересно наше предложение, мы можем сегментировать базу наших покупателей. Каким образом мы это делаем? Ну, вот то, что показывали, да, на примере, сейчас я переключусь на минутку в админку, вот, то есть мы можем посмотреть, вот здесь через email-маркетинг мы можем создать новую группу адресов и в качестве параметра мы выбираем магазин покупателей, вот, выбираем, например, что у них дата заказа была в нужном нам периоде, в моей версии, да, ну, и я так понимаю, что не только в моей версии, пока нельзя выбрать вот именно какой-то определенный товар, либо товар определенной категории, но это можно допрограммировать. Вот подтверждаю, как партнер компании Bittrex, который занимается непосредственно внедрением и разработкой, запрограммировать вот какой-то дополнительный триггер для вашей базы, это действительно не самая сложная задача, сложнее придумать вот этот триггер, чтобы это однозначно выделить именно тех из базы, кто вам нужен. Потому что вот запрограммировать по тем условиям, которые я назвала, заказ был в мае, апреле, да, был куплен товар из определенного раздела и определенного размера. Вот если так на вскидку, ну это 2-3 часа работы программиста, да, стоимость часа, ну все примерно предоставляют в масштабах магазина, да, вы просто закладываете в бюджет этой акции, я думаю, что на привлечение там через Директ или через какие-то другие каналы, ну вы потратите гораздо больше денег, чем вот заказав один раз вот такой триггер для себя. Ну а там понятно, что ставят задачу на триггер, вы можете сказать, что вам не просто нужно один раз платье выбрать, да, но чтобы вы могли все время менять там условия выбора, да, что там из разных разделов, разных размеров. Так, у меня такое ощущение, да, что по-моему на какой-то момент звук пропадал, вот, но вроде бы сейчас все вернулось, соответственно, продолжаем. То есть вы один раз ставите задачу для разработчика, да, и получаете очень удобный инструмент, с которым можете работать дальше. Теперь, возвращаясь к презентации, мы сегментировали базу, то есть мы создали группу пользователей, которые нам актуальны, которые нам интересны, то есть те, кто покупают одежду определенного размера, например, мы их собрали в одну базу. Дальше нам нужно для них составить оффер. Ну, оффер более новое выражение, да, до этого чаще всего встречалось у ТП, уникальное товарное торговое предложение, то есть что-то такое поразить их тем, что мы им предлагаем. А поскольку тут уже достаточно просто, у нас есть представление, с кем мы общаемся. Мы общаемся с мамой девочки или мальчика, которые первоклассники, да, которые собираются в школу. И мы знаем примерно, что они хотят, что их интересует, что для них будет хорошо. И нам уже проще с ними общаться. То есть мы не просто во всю вселенную шлем свое письмо, ой, смотрите, какая у нас школьная форма, а мы знаем, да, что вот там, скорее всего, да, ну, по платью, да, по нашим предположениям, что они закончили недавно садик. У вас в выпускной детском саду пора подумать о школе. Да, скорее всего, у вас уже было родительское собрание, там сформулировали правила и требования к выбору школьной формы. Вот смотрите, если у вас там требуется черная форма, вот у нас есть такая, если там зеленая, вот у нас есть такая. Да, то есть вы сразу начинаете с ними разговаривать. Потому что у вас пройдены предыдущие шаги. Вам легко и просто, достаточно просто это делать. Следующий момент, что мы должны подготовить. Это место посадки. Ну, я специально говорю место посадки, потому что это, ну, обычно там посадочная страница, говорят, да, но это не обязательно может быть страница. Это может быть лендинг, да, то есть действительно посадочная страница. Это может быть просто какой-то раздел на нашем сайте, куда мы отправляем и где мы, в общем-то, ну, все подготовили, чтобы те, кто придут из нашего письма, сразу увидели информацию, то, что мы им пообещали. Это может быть страница ВКонтакте, может быть страница Фейсбук, может просто какая-то форма, да, там, ну, смотря что наш бизнес требует, то есть, например, мы у себя в учебном центре, да, когда приглашаем людей на мероприятие, мы, собственно, что делаем? Мы часто делаем письмо, в котором рассказываем про мероприятие достаточно подробно, а вместо полноценного лендинга размещаем только форму, спасибо, BITREX24, да, что теперь это легко сделать, мы просто размещаем форму, в которой люди регистрируются, оставляют свои данные. Ну, и дальше уже, вот, следующим шагом мы общаемся с клиентом. И вот следующий шаг, это как раз про то, что вы будете делать с результатом. То есть, тем, кто купил, понятно, там, отгрузили, продали, отправили, зарегистрировали на мероприятие, пригласили на курс, да, там, приготовили все документы, получили оплату, то есть, вот с теми, кто пошел по хорошему, правильному пути, тут все понятно. Но что мы будем делать с теми клиентами, который вот так вот сразу у нас не купили, да, и здесь у нас как раз возникает вот следующий инструмент, который нам тоже сегодня показывали, про который рассказывали, это триггерные рассылки. Мы можем сделать триггерную рассылку, добавить новую рассылку и начать постепенно, то есть, вот он форму заполнил, да, либо товар в корзину положил, но почему-то не купил. И мы, продолжая с ним разговор, например, смотрим, что у него в корзине лежат товары, там, какого-то определенного, ну, с каким-то набором параметров. Например, у него лежит черное и синее, да, либо у него лежит товар, ну, если мы про форму, да, продолжая, то есть, например, форма размера, там, на 136 и на 142. То есть, человек сомневается, вырастет ребеночек за это, там, оставшиеся полтора месяца до 136 или, может, аж до 142, да, то есть, ну, вот есть у него какие-то сомнения. И мы здесь через триггерные рассылки начинаем вот эти его сомнения развеивать. Что мы ему говорим? Если ребенок вырастет, мы в конце лета спокойно поменяем вам форму на размер больше. Да, без доплат, без всего, вот просто у нас есть такая услуга. Если ребенок, наоборот, не вырастет, вы в конце лета можете прийти, мы сделаем подгонку формы по фигуре. То есть, возьмите с запасом, если что, мы ее вам ушьем. Да, либо, например, ну, если у нас, конечно, это существует, да, если мы говорим про какие-то другие сферы, да, деятельности, то вот тут важно подумать, что еще вы можете своему клиенту дополнительно предложить и очень важно вот на этих шагах мы отрабатываем возражения. То есть, триггерные рассылки, вот те, которые есть в системе штатные, вот как инструмент, они мне очень нравятся, да, то есть, вот как возможность догнать клиента и что-то ему сказать вслед. Но как образцы именно с точки зрения там копирайтинга, ну, понятно, что, ну, как это, они слишком универсальны, да, то есть, их надо затачивать именно под ваш бизнес. И вот даже та рассылка, которая идет там с хулиганством, да, что вот там ухожу, ой, в смысле, если вы не вернетесь, меня бедные несчастный сервер разберут, вот, то здесь вы тоже можете добавить, ну, привязать это немножко поближе к своей аудитории. Да, действительно, вот эти шуточные рассылки работают прекрасно, вот, они возвращают клиентов, по ним там проще перейти, ну, привяжите это все поближе к тому, что происходит у вас. То есть, ну, разберут сервер маме, которая там покупает школьную форму, да, бог с ним с этим сервером, пусть его разберут, его не так всегда жалко, да, поэтому там отправьте, что там, вот котенок, вот еще что-то. Ну, все знают, да, вот эти вот замечательные картинки, которые мы все любим просматривать в интернете. Сделайте подборочку и отправляйте их в качестве шуточной рассылки. То есть, даже если вы просто, зная, что у вас аудитория, там, допустим, это, да, мамочки, если вы начнете слать для них что-то вот такое, ничего не хотим сказать, просто милая картинка, да, вот вам там в поддержку для поднятия настроений, туда какая-нибудь, ну, замечательная фраза из тех, что, опять-таки, в интернете их, там, глубокомысленных изречений достаточно много, ну, связанная там более-менее с тематикой, это в идеале, ну, вот вы отправляете, да, нам сейчас вам сказать нечего, вам просто напомнить. И мамочка ее еще, может быть, и перепостит, перешлет кому-то. То есть, есть варианты, да, как вот эти же инструменты заточить поближе к себе. И тогда вы с ними будете работать, ну, вот просто прекрасно. То есть, еще раз, да, вот именно в инструментах это триггерная рассылка, там, на забытую корзину, на вдогонку. Вот вдогонку это вообще прекрасный инструмент, да, то есть, он у вас что-то сделал, а вы, например, настраиваете ему, что через, допустим, там, через 5-7 дней вы ему пишете, там, все в порядке, подошло, понравилось, там, либо тут же рассказываете варианты, что делать, если вдруг, не дай бог, не подошло. Даете ссылочку, если там что-то не так, перейдите сюда. Буквально недавно делала заказ в одном из интернет-магазинов, вот они мне в один день заказ привезли, а на следующий день прислали смс-ку. Если вдруг что-то пошло не так, отправьте там какую-то цифру, да, на какой-то определенный номер. Мы сами с вами свяжемся и все выясним, все исправим, все сделаем. Да, ну, там все пошло замечательно, я ничего никуда не отправила, но вы можете то же самое настроить в своих письмах. То есть посмотрите на те инструменты, которые дает Битрикс, да, подумайте, какие действия вы можете совершить при помощи этих инструментов и какой цели вы можете добиться. Это вот возвращаясь к той пирамиде, которую я показывала, в данном случае сейчас я вам предлагаю пойти по обратному пути. Сначала у нас есть обычная, как мы делаем, есть цель, под нее придумываем действия, потом берем инструменты. Сейчас у нас есть замечательные инструменты, посмотрите, что вы можете делать при помощи этих инструментов, чтобы достичь своей цели. То есть вот это у нас как бы действие неизвестное, да, и мы их можем придумывать и что-то с ними делать. Это про этапы работы с клиентом, то есть что вы будете делать с вашим клиентом. Когда он придет на сайт, когда он что-то закажет, когда он что-то не закажет. И, собственно, теперь этап действий эффективных, когда мы дошли, собственно, до отправки писем. Ну, первое, я уже сказала, это сегментировать базу. Да, это вот если вернуться опять сюда, то мы создаем группу адресов по какому-то признаку, то есть объединяем людей, да, собираем их в определенную группу по какому-то признаку. Дальше. Создаем единый шаблон для всей вот этой ветки. Да, что я имею в виду здесь в ветках? То есть вот для этого именно направления email-маркетинга, то есть для достижения этого результата мы разрабатываем какой-то единый стиль. Для того, чтобы наши письма были узнаваемы как минимум, вот, ну и для того, чтобы вам самим было проще дальше с ними взаимодействовать. И чтобы у покупателя, у клиента не возникало такого диссонанса, то есть то у меня белое письмо, тут у меня красное, тут еще что-то. Должен быть какой-то единый шаблон. Я в конце презентации покажу ссылочки, где можно взять готовые шаблоны. Вот, собственно, как их дальше с готовыми шаблонами, что мы можем сделать. Ну, во-первых, то, что сейчас есть в Битриксе, это уже прекрасно. То есть можно взять какой-то из существующих шаблонов, адаптировать, раскрасить его под себя, и это будет прям вот здорово. При желании вы можете загрузить свои шаблоны. Вот, и есть такая возможность. Это уже для тех, кто знаком с программированием, либо кто сможет это заказать. Вот здесь настройки продукта, шаблоны сайтов. Вот, и тут можно добавить шаблон для почтовых писем. То есть вы делаете сначала HTML-верстку шаблона, делаете, ну, заказываете где-то, да, либо берете готовые, вот я покажу примеры, просто размещаете его сюда, и дальше он появится у вас в списке, вы сможете его использовать. Это то, что касается шаблона. Дальше. Важно заранее запрограммировать триггеры для перехода между этапами. Где-то это будут триггеры, то есть, например, пользователь, который открыл ссылку в какой-то определенной рассылке, да, это тоже триггер. И это, кстати, штатный триггер. Вы можете отправить по всем пользователям, которые у вас есть в базе, какое-то предложение, а только тем, кто перешел по ссылке из этого предложения, начать уже в дальнейшем, ну, отправлять еще на какие-то дополнительные письма. Это показывают тоже. Ой, не там показываю. Вот здесь, когда мы говорим про рассылку. Условия запуска. Так, обманываю. Это не здесь. Да, обманываю, действительно. Вот, это в группах адресов, конечно. Вот, email, маркетинг, получатель рассылок, да, выбираем, какую рассылку, да, то есть, наоборот, мы сначала в триггере отправляем письмо, потом выбрали, что вот у нас есть какая-то рассылка, тем, кто, кому она была отправлена, тем, кто ее прочитал, и тем, кто перешел из нее по ссылке, ну, и тем, кто не отписались. Вот так. Вот так настраиваем, и получаем сразу группу пользователей, которым мы можем в дальнейшем отправлять все остальные выпуски, которые нам потребуются. Да, то есть, вот эти вот моменты, что мы здесь программируем, да, что мы здесь настраиваем. Ну, то, что я начала показывать, можно запрограммировать то же самое, дополнительные вот эти вот триггеры, крючочки перехода с одного этапа на другой. Их важно сначала придумать, да, выстроить всю вот эту цепочку, весь бизнес-процесс продажи, и понять, что, в какой момент для нас важно. Ну, и следующим шагом мы тогда уже их программируем. На этом же этапе мы обязательно придумываем контент, то есть тексты, картинки, видео, все, что у нас будет для всех писем. Если мы говорим про цепочку, то это мы строим сразу же всю цепочку. И если мы говорим, что это у нас выпуск, который отправляется там первую вручную, да, то здесь мы хотя бы для первого выпуска придумываем прям вот полностью. Для остальных составляем план, когда что мы будем высылать. Ну, и после этого, собственно, делаем непосредственно выпуск. Мне очень нравится по этому поводу, как в сервисе MailChimp реализовано, то есть там, когда уходит рассылка, потом такая обезьяна дает лапу, да, говорит, давай опять. Вот, то есть это действительно такой важный момент. Выпуск ушел, и вот то, что Сергей показывал, в ближайшие там 8 часов вы увидите, вы молодец, либо надо что-то делать лучше. То есть если вы молодец, у вас в первые же 8 часов, особенно даже в первые там 2-3 часа, вы уже увидите отдачу. Будут переходы, будут клики, будут, возможно, какие-то заказы, потому что действия люди совершают достаточно быстро. Ну, и, собственно, дальше уже так плавно двигаясь к завершению, отправили рассылку, что мы делаем дальше. Очень важно, чтобы вся наша компания, все, кто работает, понимали, какие этапы работы с клиентом есть. То есть если он, например, зарегистрировался у нас там в интернет-магазине, что мы с ним дальше делаем? Возможно, ничего не делаем, да, а, возможно, у нас премиум-сегмент, и как только клиент, ну, хоть как-то вообще проявился, мы его тут же со всех сторон окружаем запутой и вниманием, и начинаем с ним, собственно, общаться. Да, это первое. Дальше очень важно фиксировать в карточке клиента, что, собственно, вы с ним уже делали, чтобы не было такого, когда ему один менеджер позвонил, другой позвонил, третье письмо прислал. Это недавно я оказалась в такой ситуации, и за одной компанией мне сначала один позвонил, рассказал, какие у них бывают замечательные тренинги, потом еще один человек позвонил, рассказал про тренинги, потом они мне еще каждый по отдельности программу прислали и перезвонили узнать, видела ли я эту программу. То есть, да, где-то у них внутри произошел сбой, и они не видят, да, что со мной параллельно уже общается другой менеджер. Ну, понятное дело, я-то им об этом рассказала, ну, судя по всему, там что-то внутри как-то настроено таким образом, да, что они не могут передать эту информацию дальше. Вот. Что у нас после того, да, как вот, ну, важный момент, мы все зафиксировали, очень важно проанализировать результаты. То есть у нас ушло, например, первое письмо, да, мы видим, вот есть люди, которые переходят на сайт, которые, например, там что-то делают, вот, но, ну, до конца, до самого целевого действия они не доходят. И вот здесь можно просто с ними связаться, да, там, ну, якобы случайно, хотя на самом деле вы можете посмотреть, что, ну, вот те, кто открыли письма, да, отправить именно с ними связаться. Это я немножко забегаю, да, вперед, пока в инструментах Битрикса, насколько я знаю, такого нет, но... А, нет, так, ладно. Вот, то есть мы можем пообщаться с теми, кто нам что-то, да, какие-то результаты свои, там, рассказы, ну, оставил какие-то контактные данные, но, возможно, не дошел там до последнего шага. И мы можем, собственно, спросить, узнать, почему нет, что пошло не так, да, и, соответственно, дальше как-то скорректировать то, что мы пишем, то, что мы отправляем, добавить дополнительное письмо по работе с возражениями, посмотреть аналитику по заголовкам, какие письма с какими заголовками лучше всего открывают, и посмотреть по достижению цели, да, то есть вот, например, интересно бывает запустить параллельно две цепочки писем, там, разделить, например, отдельно, там, ну, условно пополам 50% вот там, мамы школьников. Одно письмо, еще 50% другое письмо. И посмотреть, ну, разные цепочки с разным контентом. И вы быстро увидите, какая более эффективна, да, там, что лучше работает. Это вот то, что сегодня обсуждали про АБ-тестирование. Можно делать вот такое же тестирование, ну, на стороне сайта автоматически, да, в email-рассылках, ну, пока не автоматически, пока там с ручными настройками что-то поэкспериментировать. Вот, и дальше по результатам анализа вы корректируете свои триггеры. Возможно, вы пропускаете какой-то важный шаг, да, ваши пользователи замирают где-то на полпути и не доходят до финального результата, и при этом и не отказываются явно. Так, корректируете этапы, ну, и, соответственно, выстраиваете, корректируете касания. Вот, как обещала набор ссылок с бесплатными шаблонами для рассылок. Если поискать там в Яндексе и в Гугле, да, там попадается достаточно много, это те, где проверено, что действительно они бесплатные. Вот, те, где сами шаблоны достаточно интересные, ну, и более-менее еще соответствующие актуальным там версиям, да, актуальному дизайну, тенденциям и так далее. Вот, то есть вот эти вот ссылочки, ну, смотрите, да, можно просто скриншот экрана сделать, ну, соответственно, они у вас останутся. Ну, и если есть какие-то вопросы, да, готова ответить, если нет, то, собственно, все, что хотела рассказать, большое спасибо за внимание. Так, вот вижу вопросы. Делал рассылку с целью информировать по акциям. Отправлено 4000 адресов, доставлено 3500, 300 прочитали, 50 перешли, один сделал заказ. Михаил, смотрите, с точки зрения, сколько прочитали, ну, чуть ниже среднего по статистике, да, то есть среднее считается на 10 процентов, ну, плюс-минус, да, обычно прочитанных. С точки зрения, из тех, кто по переходам, то тут даже вот, ну, примерно та же цифра сохраняется, 10-15, то есть 50 перешли на сайт. Почему только один человек сделал заказ, вот это уже вопрос. Да, где вот оставшиеся 49, что их не устроило. Вот с этой точки зрения, вот здесь конверсия достаточно низкая, то есть все-таки конверсия обычно, да, это где-то, ну, хотя бы там 2-3 процента у вас, ну, как-то вот на грани, то есть маловато. Я бы вот эту цифру в первую очередь покрутила, то есть что не так с теми, кто перешел, вот, и, соответственно, ну, вот все в целом показатели средние, да, кроме вот конверсии в заказы, то есть из 50 переходов один заказ, ну, ну, маловато, тем более, что это целевые переходы, то есть заинтересованные, это не случайный поиск, да, там, когда люди зашли, а может там оказалось, что что-то не то. Вот, вот, вот эта вот цифра маловато. Остальное, ну, вполне. Так, вот тут вопросы, я так понимаю, уже не совсем ко мне, да, а то, что касается использования сервисов, ну, тут явно идет какой-то диалог, и, судя по всему, не со мной. Да, пожалуйста. Сергей, ну, готово, собственно, тогда передать микрофон. Спасибо. Так. Не вижу пока. Сергей, не слышно сейчас тебя. так, хорошо, ну, коллеги, тогда, наверное, я так понимаю, что, ну, сейчас подождем буквально там чуть-чуть, что, возможно, что-то просто еще не подключился, не переключился сервис. Вот, пока, если есть какие-то вопросы, да, тоже готова ответить. Так, вот, есть вопрос от Ксении. Если база создана давно, но не было ни одной рассылки, в каком формате вы бы рекомендовали создавать welcome письмо? Имеет ли смысл делать рассылку по давно существующим клиентам? Ксения, возвращаясь к вопросу, да, про эффективность, зачем? База давно, да, что вы хотите? Найти в базе тех, кто живы, да, ну, я так уже условно, да, то есть те, кто хотят сейчас получать ваши письма, ну, то есть провести реанимацию базы, либо, не важно там, что с ними, хотят они получать что-то от вас, не хотят, вы просто хотите, у вас там горит, и нужно что-то срочно всем разослать, да, ну, вот тут вот просто разные стратегии совершенно будут, что мы пишем в welcome письме. Если мы хотим реанимировать базу, реактивировать, то мы, ну, тут бывает, что мы пишем, да, что вот там давно не писали, но вы оставляли свой имейл, если для вас актуально, перейдите на сайт и переподпишитесь. Это, кстати, одна из таких, ну, как считается, наиболее честных стратегий. Но есть варианты, если, например, вы делаете, ну, когда вы наоборот, да, не хотите, чтобы они переподписывались, а наоборот, хотите так вот возобновить свои рассылки. И тогда вы начинаете просто писать всем, что, соответственно, вот, у нас там есть такая-то информация, вы можете перейти на наш сайт, увидеть то-то, то есть делаете вид, что вы, в общем, как бы просто продолжаете, да, выпуски рассылок, которые какое-то время у вас там были приостановлены. Вот. Но тут важно следить за контентом. Те, кто захотят, они сразу же сами отпишутся, достаточно большое будет количество отписок на этом этапе. Вот. И нужно смотреть, насколько давно и насколько база, в принципе, помнит о том, что они у вас подписывались. У меня тоже, ну, я слежу, да, отслеживаю такие вещи, поэтому много интересных примеров. Есть интернет-магазин. Если помните, лет 5-6 назад был такой год очень снежный. Это какие-то 5-6, уже лет 7-8 назад. Был очень снежный год, и там как-то разово выпало большое количество снега, ну, это Москва, Питер я имею в виду. И там были прямо такие проблемы. Все автомобилисты мучились тем, что лопат ни у кого не было. То есть люди не были готовы к такому количеству снега. И вот тогда был большой дефицит с этими лопатами. И я помню, что, ну, с большим трудом там искали в обычных магазинах, в интернет-магазинах лопаты. И вот я помню, искала где-то, оставляла заявку. И вот через 5 лет мне присылают письмо, что, типа, ваш товар поступил на склад. Ну, супер, конечно, но через 5 лет лопаты, это уже не так актуально. Вот вопрос в том, что помнят вообще ваша база о том, что они у вас оставляли этот имейл. И что вы хотите от них сейчас? Отправить им сейчас просто письмо без объяснения. Ну, это, разумеется, неправильно, да, но судя по тому, что вы говорите про welcome письмо, вы этот вариант не рассматриваете. Вот, поэтому посмотрите, что вы хотите с ними делать дальше и как вы планируете работать дальше с этой базой. Это будут разовые рассылки, либо вы решили действительно всерьез включить имейл-маркетинг в свою стратегию работы. Это, соответственно, сразу же, да, станет понятнее, что писать. Так, у нас пока простой сайт для продажи профессиональной косметики, но пока надо переводить в интернет-магазин. Продается ли не через интернет-магазин? Людмила не очень поняла вопрос. Ну, то есть профессиональная косметика продается и так, и так. В принципе, если без интернет-магазина, да, профессиональная косметика и любые товары, которые все-таки ориентированы на то, что их закупают, там, ну, могут закупать, да, частные, например, мастера принимать решения, будут продаваться хуже, чем если это интернет-магазин. Лучше продаются, ну, без возможности, там, без корзины, без интернет-магазина, только очень крупные товары, там, где все равно, ну, там, где понятно, что через интернет это не покупают, а все, что касается просто там, где можно оформить заказ и спокойно ждать курьера, лучше продается через интернет-магазин. У нас был пример, опять-таки, достаточно давно пришел заказчик агентства недвижимости, у него была идея, что он будет квартиры через интернет прямо вот так продавать, что он так хорошо распишет объекты, что люди будут, ну, там, с карты, условно, да, там, по 3 миллиона сразу же за квартиру переводить. Понятно, вот так работать не будет, да, так продаваться не будет, это не тот объект. Ну, а все остальное, соответственно, можно отправлять через интернет-магазин. Вот, и еще вижу вопрос, давайте тогда последний, то есть что-то мне подсказывает, что что-то у Сергея пошло не так, да, сейчас будем тогда последний вопрос отвечать и завершаем вебинар. Вот, от кого лучше делать рассылку генеральный директор отдела маркетинга или его руководителя отдела продаж не хочется высылать безликие письма, бизнес не очень крупный. Ксения, если вы можете как-то придать лицо своему бизнесу, то это всегда, ну, не всегда, но чаще всего это на пользу. То есть вы вполне можете, да, соответственно, отправлять, ну, либо от какого-то персонажа более-менее конкретного, ну, если у вас есть бренд и есть название там бизнеса и магазина, то оно тоже будет вполне корректно работать. Есть примеры, когда за рассылками не стоит какой-то конкретный человек, но тем не менее, рассылки читать достаточно, там, Это рассылки такие, как, например, ну, делают многие интернет-магазины, там, подборка вариантов одежды, да, там, советы от стилиста, еще что-то. При этом стилисты могут быть разные, подборки тоже разные. То есть вы можете вполне отправлять просто от бренда, не привязываясь кому-то персонально. Но бывают точно так же варианты, да, если вы отправляете это как статьи, как тексты, и там есть действительно авторский текст, то тут интересно узнать того, кто это пишет. Но тут важно понимать, что если тот, кто пишет, да, там, через какое-то время перестанет писать, там, по любым причинам ушел из вашего бизнеса, либо просто там почему-то решил не продолжать именно письма, да, то здесь уже будут, ну, какие-то свои сложности. Вот. Ну, вот от чьего имени можно просто от имени бренда, да, то есть, ну, да. Хорошо, коллеги, тогда спасибо большое за ваше внимание, да, за то, что, ну, провели с нами почти три часа, это прям, в наше время это здорово. Вот, большое спасибо за ваши вопросы. Если, соответственно, да, запись обо всем будет дополнительная информация, вот, ну, и всего доброго тогда. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова